Добрый вечер! Спасибо за аплодисменты. Добрый вечер! Это очередной выпуск программы «Чёрное зеркало» политического топ-шоу, которое представляет редакция программы «Подробности». В студии программы Евгений Киселёв здесь собрались наши гости, журналисты, эксперты, политики. Кого-то ещё не хватает или не достаётся? Сразу, извините, контровой свет в глаза, я даже сразу не могу понять, кого именно. Как всегда, Алексей Лихман, ведущий подробностей, помогает мне вести свою деполегацию. Остальных гостей буду представлять по мере того, как они будут включаться в разговор. У нас сегодня две темы. Одна тема связана с решением Верховной Рады утвердить программу действий правительства Яценюка, которая, заметьте, при этом встретила достаточно много критических замечаний, но всё-таки большинство депутатов проголосовало за то, чтобы эту программу утвердить. Ну а вопросы остаются. И вторая важная тема – это сегодняшнее событие. Как известно, сегодня Венецианская комиссия в Венеции объявила о своём решении по поводу украинского закона о люстрации. Ну и вот тут нам предстоит разобраться, потому что министр юстиции Украины Петренкова уже поспешил объявить, что ура-ура, Венецианская комиссия закон о люстрации одобрила. Ну а из интервью президента Венецианской комиссии Джани Букикио следует совершенно иной вывод, что закон плохой, и слава богу, что украинская власть доказала намерение сотрудничать с Венецианской комиссией и пересмотрит закон о люстрации, чтобы получить новый, внесёт поправки. В общем, значит, будем разбираться, что же всё-таки произошло в действительности. Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы все здесь присутствующие, те, кто нас смотрит, ещё раз уяснили себе, что такое вообще Венецианская комиссия. Вот Марина Ставничук, которая много имела дело с Венецианской комиссией, была в том числе по вопросам сотрудничества Венецианской комиссии советником нескольких президентов Украины. Пожалуйста, напомните нам всё-таки, что такое Венецианская комиссия. Венецианская комиссия, это полное её название, Европейская комиссия за демократию через право. Это основной экспертный орган Совета Европы. Практически по вопросам конституционного строительства, по вопросам развития демократии и реализации принципа верховенства права. К мнению Венецианской комиссии прислушиваются практически все страны постсоветского и постсоциалистического пространства. Должна сказать, что в последние годы к Венецианской комиссии присоединились в том числе и Соединённые Штаты Америки и другие страны европейские старые демократии. То есть это очень авторитетный орган. Но его решение носит рекомендательный характер. Скажу вам так, несмотря на то, что это экспертный орган и, конечно же, рекомендации носят рекомендательные, или выводы Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, все страны, которые имеют намерение присоединиться к европейским стандартам и ценностям, считают нужным и возможным реализовывать рекомендации Венецианской комиссии. Мы правильно понимаем, я просто хочу уточнить, что Венецианская комиссия не имеет полномочий, предположим, взять и отменить какой-то закон. Безусловно. Безусловно, нет, но она всегда в своих рекомендациях исходит из принципа верховенства права. Поэтому все органы, которые не только в Украине, а во всех странах касаются или рассматривают вопросы конституционного и государственного строительства, всегда, как правило, прислушиваются. Большей или меньшей мерой, но прислушиваются к рекомендациям Венецианской комиссии. Ну, опять-таки, правильно ли мы понимаем, что когда Украина вступила в Совет Европы, она тем самым взяла на себя обязательство, по сути дела, внедрять... Споведовать ценности, которые связаны с верховенством права, демократии и свободой. И, соответственно, писать законы в соответствии с теми принципами и нормами, которые приняты в Европе. Безусловно. И, насколько я помню, в прошлые годы неоднократно те или иные законодательные акты, которые находились либо в стадии разработки, либо уже были приняты парламентом, направились в Венецианскую комиссию на экспертизу. Больше того, я вам скажу, пане Евгене, тогда, когда вопросы относились надзвичайно сложных и довольно спирных вопросов конституционного строительства, всегда Венецианская комиссия для Украины давала свою позицию, которая в многих моментах была визначальной. В том числе, скажем, на предыдущем этапе целый ряд рекомендаций, которые стосовались судоустрою, статусу прокуратуры, правоохоронных органов, взагалі конституционного строительства, на озброение брала теперешняя влада, тодешняя опозиция. И, кстати, в данном случае, что касается закона о люстрации, это не Украина направляла закон на экспертизу, это мониторинговый комитет Совета Европы попросил Венецианскую комиссию, судя по всему, реагируя на общественную дискуссию, которая здесь развернулась, на то, что и представители общественности, и политики, и средства массовой информации высказывали много критических замечаний. Вот в результате мониторинговый комитет Совета Европы попросил Венецианскую комиссию сделать свои выводы. Так, да? Мониторинговый комитет Ради Европы очень редко используется своим правом возвращения к Венецианской комиссии по отдельных странам что до получения тех или других висновок и рекомендаций. Скажем, последними годами мониторинговый комитет звертался по закону, что касается засады государственной и мовной политики, известный в Украине закон Кивалова, который практически справился достаточно негативные, мав негативные последствия для развития Украины. По одному из проектов Конституции мониторинговый комитет звертался. И это за последние годы, может быть, третий прецедент, когда сам мониторинговый комитет звертается к Венецианской комиссии. Ну, вот у нас небольшая проблема сегодня существует, потому что в Италии забастовка. И вот мы пока не можем в прямой эфир вывести нашего корреспондента Алексея Пшемыского, который был, можно сказать, свидетелем того, что все-таки произошло, чем завершилось разбирательство Венецианской комиссии. Надеюсь, мы в ближайшее время в каком-то виде, если не в прямом эфире, может быть, он сумеет нам перегнать, что называется, какой-то свой комментарий по итогам сегодняшнего обсуждения. Пока же. Вот смотрите. Последняя новость. Юрий Луценко сегодня выступил с заявлением, его только что распространили по агентствам, что закон о люстрации, очевидно, который был принят без профессиональной дискуссии в комитетах Верховной Рады, придется исправлять. Отказываться от люстрации нельзя при этом. Ну, собственно говоря, и Венецианская комиссия, насколько я понимаю, позиция состоит в том, что никто не может подставить под сомнение право любого современного европейского государства проводить люстрацию, лишь бы она осуществлялась по определенным параметрам, нормам, канонам. Вот хочет свое, как говорится, слово вставить Анна Моляр. Я правильно ставлю? Моляр. Моляр. Извините, Анна Малер, это юрист, криминолог, кандидат юридических наук из Национальной школы-студии, которая, как я знаю, неоднократно выступала в прессе по поводу нынешнего закону. Так, я выступала в засобах массовой информации еще весною, когда было три законопроекти, и вот сейчас стала серьезная практичная проблема, и я хочу говорить про фаховые, а не политические аспекты этого закону, потому что я также выступаю за люстрацию, но не такими методами. Поэтому я веду дискуссию не про потребность люстрации, а про методи. Наразі закон, текст закону, який зараз чинный на сегодняшний день, не даёт возможности вообще реализовать люстрацию. Чому? Потому что любая особа, которая сегодня будет люстрована, мает 100% судовую перспективу на законных подставах поновиться. В законе такая количество дырок и такая количество порушений других законов и Конституции, и в том числе, до речи, решений Европейского суду, я про это еще скажу, який Украина мае сприймати. Такая кількість порушений... Да, вы, извините, я просто вставлю. Хорошо, что вы об этом вспомнили, Анна. Ведь на самом деле существует целый, ну, как бы, свод решений Европейского суда о правах человека. Это десятки тысяч. Я скажу, что только по балканских краинах поновлено Европейским судом 18 тысяч судов. Так вот, я к чему говорю это? К тому, что не все, может быть, знают или не все помнят о том, что вот свод решений Европейского суда по правам человека является в Украине одним из источников права. Безумовно. А вот посмотрите, у нас есть количество исков, которые уже... Да, вот это... Я про это скажу. И проблема в том, что сьогодні цим законом законодавец поставил судов у глухий кут. Тому что сьогодні судья, если до него звернуться с оскаржением люстрации, если он вчинить за законом и поновить цю людину, то цей судья перетворюется на ворога народу. Тобто судья сьогодні повинен следовать конъюнктуре влады и порушивать закон для того, чтобы не отменивать люстрацию, которая уже произошла. Мы же прецеденты имеем, решение судовое есть. Так, я вам навожу приклади, элементарные, простые по тексту закону. Люстрация коммунистов, те, что занимали керевные посады до 1991 года. Я не знаю, что известно авторам закону, я очень хотела в эфире с вами встретиться и запитать. Чи знаете вы, что есть решение европейских судов, при Балтийских странах, где была точно такая люстрация, была точно такая норма в законе. И эта люстрация была признана такой, что порушает права этих коммунистов через то, что за долгий час использовали для люстрации, там было 13 лет, а у нас 23 лет. Цих коммунистов, в том числе работников КДБ, поновили через Европейский суд. И вам про это писало науково-експертное управление, вы добре про это знаете, но в законе это не враховали, потому что это была конъюнктура одния политичной силы, которая поставила свою передвиборскую кампану, и ей было что-то делать перед выборами, они таким образом выполняли свои обещания. Теперь каждый люстрованный коммунист, работник КДБ, если програя все ланки наших судей, то он 100% выиграет в Европейском суде. Какой вы теперь выставляете Украину в международном співтоваристве? Это дискредитация люстрации. Инший пункт по закону. Если вы говорите про люстрацию судей, то я вам тогда напомню статью 5, в которой прописан механизм люстрации судей. По-перше, суддям люструють головы суду. Скажите мне, кто делает люстрационную проверку щодо голев? Цего механизма нет. Это прогалина. Друге, суддям люстрационная проверка голова суду делает, потом он направит результаты проверки Минюст, а Минюст, теперь слушайте, это слово из вашего закону, обратится с пропозицией до высшей Ради юстиции и высшей квалификационной комиссии суддям щодо люстрации. Вы же понимаете, что термин пропозиция не породжует обвязок действовать и обвязок люструвать. Поэтому сегодня Вищая Рада юстиции, если она не поддерживает эту пропозицию и отклонится люструвать, она не порушает закон. Но главное, я даже это таки юридические нюансы, я хочу сказать, что этим законом закладена серьезная мина уповильнено действий в политическую дестабилизацию в нашей стране. Почему? Потому что все постсоциалистичные страны, которые провели люстрацию, и мы, как их наследуем, провели ее через две основы. Это изменение общественного и изменение политического режима. Это то, что изменяет все следующие влады в этих странах от есть у нас сейчас. То есть, каждая наступная власть может теперь люструировать всех попередних, изменяющих их датей. Вы за закон или против закона? Закон хороший или вы уже измените? Нет, я выступаю категорично против таких методов люстрации, потому что не можно строить правовую государство неправовыми методами. Я так понимаю, что вы в основном обращались к Юрию Деревянко. Это один из авторов. В данное время, Михаил, спасибо за аплодисменты. Один из авторов законы люстрации Юрий. Юрий, скажите, пожалуйста, почему, получается, если слушать, а оно довольно аргументировано, объяснило свою точку зрения, откуда эти дырки, откуда они возникли? Это первый вопрос. И второй вопрос, почему сегодня утром собрали решение Венецианской комиссии? Доброго дня, шановные коллеги, шановные присутники и телеглядщики. Ну, первое за все... Добрый вечер. Первое за все... Первое за все, я хочу сказать, что у нас еще недовго, 9 месяцев назад, то я вам хочу сказать, что в нашей державе произошло еще гирше. Потому что тот мафиозный режим, который пришел в Украину и довел Украину фактически до ручки, это та необходимость сообщественная. И это практически была одна из самых важных. И это очень важная оценка, потому что насправді илюстрация – это політичный акт. И мол, это не політичный, это політико-правовый акт, который является абсолютно важным для того, чтобы не вернулись все демократические принципы в государстве. Мы, фактически, почти чуть не втратили демократические наши стандарты в государстве. Потому что после того, когда Янукович узгруповал владу в 2010 году, мы получили и законы 16 сентября абсолютно недемократические, и все еще. Поэтому, когда мы говорим про то, что эти люди, которые довели к Рину до такого стану, оставаться дальше при государственных посадах, что эти люди дальше керовать государством, или дальше они имеют право грабовать их. И хочу ацентуровать внимание в том, что судовая реформа, которая была здесь над этой самой владой, была одобрена в Винитой Союзе. Я еще раз хочу сказать, что вы не отвечаете на вопрос, почему вопрос «Дырки» и почему «Утром брали». Два вопроса вам будут. Сыновные друзья, я вам хочу сказать, что это очень сложный закон. Если мы думаем с вами, что мы можем принимать такой сложный, суспильный закон, который сегодня нам повернует... Дождите секунду. ...гарантует. Я попрошу... Минуточку, я попрошу... Анна, Юрий, пожалуйста, простой вам вопрос. Прошу. Почему соврал министр юстиции? Ну зачем? Это прямо по анекдоту получается. Я не слышу, что говорил министр юстиции. Я не знаю, что он сбрехал, что он не сбрехал. Он сказал, что Венецианская комиссия одобрила. Вы знаете, сегодня Венецианская комиссия за планом Кивалова, который официальным представителем Украины в Венецианской комиссии, на превеликий жаль, от партии регионов еще с прошлого скликания, так же, как и Филипенко от партии регионов, на превеликий жаль, мавсессу меньше сценарий. Для того, чтобы переконать Венецианскую комиссию, в том, что этот закон взагалі не потребен, что он очень плохой, и его нужно скасовать. Но перед этим, на всякий случай, я думаю, введите в Украину, что не будет партии регионов. Шановник, коллеги. Абсолютно, с точки зрения того, результату, который мы имеем, может быть, я победил. Потому что абсолютно планировался в совсем нешем сценарии. И то, что поехал туда министр юстиции и другие співавторы законопроекции и пояснили. Это политическая демагогия. Это политическая демагогия. Я хочу внести ясность. Значит, возможно, пан Кивалов и мав какие-то намеры, я про них не знаю, по больших позициях у меня с ним так же, как и у вас, разнообразятся подходы до развития нашей страны. Но то, что Венецианская комиссия никогда не грунтуется на позиции члена цієї комиссии от государства, вопрос которой она рассматривается, это абсолютно правда. Больше того, вы молодой политик, учится людям говорить правду. Така, не така, но правду. Сейчас вы занимаетесь политической демагогией. Через что? Значит, закон про иллюстрацию это политико-правовый закон. Действительно, в политической части это вопрос справедливости. А если это вопрос справедливости, то очень важно, чтобы закон был принят в тех условиях, в которых он был принят, в праведом, в открытом, в открытом, мы все спостерегали за тем, что в зале не знали, за что голосовали. Почему в нем и дыре? Потому что его писали после того, за три или четыре дни, когда зал проголосовал великую количество людей. Поэтому в нем и дыре. И поспешали. И слава Богу, что юристи в парламенте, что вам помогли это сделать, потому что он бы взагалі никуда не водился. Но если вопрос в политической площине лежит в вопросе справедливости, и это правильно, илюстрация, есть такая процедура, которая помогает развиваться молодой демократии, то вопрос справедливости полагало бы в том, что если только был принят закон про илюстрацию и начали действовать, то новая влада, которая пришла, должна была бы сразу делать реформи, давать позитивный результат, показать приклады, что она борется с коррупцией, дать результат для людей. Фактически этого ничего не произошло. И мы сегодня имеем очень сложную ситуацию, поэтому и Венецийская комиссия говорит, что стосовно коммунистичных уже запизно и вызывает определенные суммы, насколько, скажем, коммунисты, те, которые сегодня по 70, по 80, сьогодние молодые полиции уже нашли в парламенте. А Крабцюк, Крабцюк, Марина, у меня к вам вопрос как к члену Венецианской комиссии. Конечно. Я писту, я выток и в незалежности. Конечно. Неужели, как у них края. Марина, у меня к вам вопрос как к бывшему члену Венецианской комиссии. Извините, возьмите, Как можно обествовать, да и вообще ко всем присутствующим. Ничего так. Все же, как, меня интересует, как можно было утром соврать о решении Венецианской комиссии, которого еще не было. Как на это посмотрят в самой Венецианской комиссии? Как мы там выглядим? Кем мы там выглядим? Я вам скажу, что остальный раз... Я прошу прощения, Алексей, я должен сказать, что мы не хотим сейчас обсуждать господина Петренко без господина Петренко. Мы его звали сюда, он не смог прийти. Мы сейчас пытаемся до него дозвониться. Остальный раз такую величезную брехню и инсинуацию навколо Венецианской комиссии мы мали тоди, когда Венецианская комиссия дала висновок по закону про засаду державно-момной политики. Тоди пан Кивалов перекрутив полностью позицию Венецианской комиссии. Сегодня десь приблизно такая самая ситуация с рекомендацией... Мне хотелось бы дать слово Роману Зваричу. Тут у нас уже как бы клялись именем революции. Вот была 10 лет назад революция, после которой пан Зварич стал министром юстиции. И насколько я помню, вы, пан Роман, были против того, чтобы... На той час так. В то время вы были против. На той час так. А сейчас? Чекайте. На самом предыдущем. Я бы хотел какие-то крапки на Ди тут поставить. Я не знаю, про какие решения Венецианской комиссии мы говорим, або его нет. Про Межнеги. Есть промежное решение, и нам нужно на этом сделать акцент. Первый раз я слышал в этой студии слово «сполучение» «промежное решение». В этом промежном решении идет мова про то, что закон «закон доопрацювать. Я думаю, что это не вызывает никаких сумений в никого». «Али, пане Романе, закон «закон» 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 Я не смогу перебиваться, я буду просить, чтобы никто меня не перебивал. Роман Михайлович, это тоже. Про что мы говорим, когда мы говорим про иллюстрацию? Иллюстрация запровадживается в любой стране не как криминальный инструмент, вернее, не как инструмент в контексте криминальной юстиции. Для этого есть криминальный кодекс, криминально-процессуальный кодекс. Этот инструмент люстрационный проводится в стране, когда есть реальная загроза демократии. И эта загроза, в частности, вместится в конкретных человеках или категории людей, которые на данный момент находятся при власти. Очень концептально это означает люстрация. Поэтому я бы просил, чтобы мы не смешали люстрационные инструменты с инструментами криминальной юстиции. Это две разные вещи. Я вас очень просил не перебиваться. Я буду раз говорить, а тогда вам не буду перебиваться. Че вы захочете, чтобы я вам перебивался, паня Ана? Я не думаю, что это будет хорошо. Спасибо. Давайте теперь так. Если посмотреть на то, что говорил президент Венецианской комиссии, я не читал самого промежного речения, я его не вижу. Но на самом деле я считаю, что это победа. Потому что Венецианская комиссия, как основной конституционный в лапках орган Европы, визнает, что в Украине есть легитимные и объективные правовые и другие политические основы, засосовывать люстрацию. То есть, есть конкретная гроза демократии, которая для Европы очевидна. То есть, я считаю, это победа. Конечно, паня Ана, вы правы, что в законе есть много дырок. Я думаю, что если мы заглибимся в эти студии, в эти дырки, то мы фактически потеряем сенс нашей дискуссии. Треба сделать особенный акцент на этом, что Европа сегодня визнала, в особи президента Венецианской комиссии, что есть реальная гроза демократии и нужно проводить люстрацию. Это вместится в его интервью. И с того, что я услышал, принаймне... Я процитирую, с вашего позволения, что говорит господин Джанни Букикио. Значит, кавычки открываются. В закон должны быть внесены изменения как можно скорее. И мы надеемся, что украинская власть будет стараться не продолжать люстрацию до того времени, пока в закон не будут внесены изменения. Но закон остается в силе. Это самое главное. То есть победа и не уйдет. Это будет последнее, что я бы хотел сделать оценку. В тех странах, где использовались люстрационные инструменты, и Марина, тут не прави, что даже есть решение Ради Европы, где 12-летний термин, они сейчас все фактически забыли. Это использовалось высшим коммунистическим режимом. Во-первых, в Европе визнают, что можно засосовывать люстрацию фактически по отношению к пост-коммунистическому, но не менее диктаторского и тоталитарного режима Януковича. Это есть. И это, я считаю, достаточно серьезной победой. И, возможно, в таком контексте следует понимать слова министра юстиции. Я его не читал, я его комментирую, я не могу больше про это говорить. Останнее речение. Но, во-вторых, Европа, визнавши это, также должна быть понимать, что то, что происходило в нас, они даже никак не смогут вообще даже в своей матрице принятия как-то принять. Поэтому я бы очень надеялся на то, чтобы в следующих месяцах, когда вместе с факультами Ради Европы и Венецианской комиссии будет идти работа над доопрацюванием этого закона, как раз европейские факультеты зрозумеют это и будут все-таки выдавать нам належных, что мы працюем в очень конкретных и совсем нетиповых для Европы. Проблема не в дырах правовых. Хотя это тоже проблема. Проблема в философии этого закона. И я скажу сейчас почему. Потому что давайте определимся. Была преступная, злочинная политическая система и государство, как это было при Восточной Европе, при коммунистах, когда все коммунистические режимы считались оккупационными. Или были преступники и злочинцы у влаги. Это же разные вещи. У нас было злочинное государство, тогда надо всех люстрировать, кто был в государстве, чиновником, политиком и так далее, как это было в Восточной Европе. Так вот, это понимаете в чем дело? Это большая проблема на будущее. Потому что я сейчас вижу в Верховной Раде, что происходит. Говорят, а ты был на Майдане, не был? Мы вас вынесем. Значит, это мы начинаем политической местью заниматься. Мы должны определить вот что. Нынешнее государство, наше, новое, после революции гидности, после Майдана, на чем оно основывается? На Майдане его легитимность основывается. Либо на декларации 1991 года. Понимаете, это разные вещи. Либо на выборах 25 мая и 26 октября. Это же разные подходы. Если на Майдане мы, постмайданное государство, государство с нуля, тогда все, кто не был на Майдане, не имеют права ни в политике быть, ни так далее, и так далее. Всех люстрировать. Если же у нас государство основано на декларации о суверенитете 1991 года, а Майдан, это была антиавторитарная революция, антиавторитарная революция против авторитарных, коррумпированных поползновений или режима Януковича, не тоталитарная, пан Роман, я вас уважаю. Но вы знаете, тоталитаризм, антаритаризм, это разные вещи. Разные. Так, с точки зрения политологии. Это да, то это другой вопрос. Тогда мы, да, Майдан, он не дал возможности Януковичу развернуть нас в Евразийский союз, к Путину. Он не дал Украину опять повернуть в авторитарный, коррумпированный режим. Мы выборолы, выиграли демократию на Майдане. Ну давайте тогда жить по-демократическим. Мы провели выборы 25 мая, мы провели выборы 26 мая, и все. Нравится этот человек, который в Верховной Раде там депутат, не нравится. Был он на Майдане, не был, он такой же народный депутат. А если мы будем все время говорить, а они же не были на Майдане, а какое они имеют право тут быть депутатом? Мы их за ноги, давай их в АТО. Мы раскочегарили так народ, раскочегарили людей так, что теперь сами не знаем, что с ними делать. Вы понимаете, политики теперь самые наверху не знают. Вадим Ильич, вы знаете, я просто хотел бы... Поэтому философия, это философия закона. Надо определиться. Люстрация имеет криминальный оттенок. Таким законам. Вадим Ильич, одна вещь, которая просто для справки, для справки, хотел бы сказать одну вещь. Что в свое время илюстрация проводилась практически во всех странах, скажем так, постсоциалистических. Были намерения, были преступные режимы, преступные режимы были. Нет, это моя, но были преступные режимы, и считай, преступные режимы, преступное государство. Это один момент, второй момент. Были намерения провести илюстрацию. Но многие страны, начав этот процесс, посмотрев, что этот процесс просто раскалывает общество, тормозили, тормозили, тормозили процесс. Короче говоря, я просто к чему это веду? Тогда у нас Крончук преступный режим, Гушман преступный режим, Ющенко преступный режим. Это вы уже сказали, Вадим, Вадим, вы это уже сказали. Я просто хочу напомнить, что к 96-му году в Европе уже накопился некий правовой опыт. Проведение, не проведение, не успешного, не успешного проведения илюстрации. В частности, вот было решение Венецианской комиссии. За номером, я даже наизусть помню, 1096, если я ошибаюсь, поправьте меня. Где сформулированы некие базовые, фундаментальные, если угодно, подходы к вопросу о илюстрации. То есть, что обязательно должен быть индивидуальный подход к каждому человеку, который подвергается илюстрации, это раз. Второе, что каждый человек должен, по сути дела, обладать в процессе илюстрации теми же правами, которыми обладает подсудимый во время судебного разбирательства. То есть, презумпция невиновности, полная судебная защита, право на объективное разбирательство и право на оспаривание решения илюстрации в судебном порядке. Так, третье, что обязательно должны быть установлены разумные рамки илюстрации. 5 лет до того и 5 лет после того. А этот закон, который сейчас принят, он, по сути дела, на 10 лет. Причем интересная вещь, по решению суда, Евгений, причем интересная вещь, вообще для юристов это, ну, катастрофа в правовом сознании. Потому что по решению суда на 5 лет, без решения суда на 10 лет. То есть, ну как, не-не-не, Роман Михайлович, что ж, не-не-не, я, да-да-да, самое так, самое так. Господа, извините, я вас прерву всех, у нас просто сейчас короткий сеанс общения с нашим корреспондентом в Вашингтоне. На связи с нами наш корреспондент в Вашингтоне. Вы слышите меня, Дмитрий? Да, добрый вечер, Евгений, добрый вечер. Дмитрий Еловский. Я к нему сейчас хочу обратиться вначале не про иллюстрацию, потому что одно очень важное событие, вчера произошло, мимо которого мы ну совсем не можем пройти. Американский конгресс, обе палаты, сначала Сенат, потом Палата представителей, приняли акт о поддержке Украины. Чуть подробнее об этом, пожалуйста, внутрь. Да, действительно, такое решение было принято вчера вечером. Хочу действительно поздравить всю Украину, всех собравшихся сегодня в студии. Это, правда, очень важный акт. И очень хорошо, что его успели подписать именно сейчас, до новогодних каникул, и именно в этот созыв Сената. Потому что если бы это затянули еще после рождественских каникул, то неизвестно вообще, когда бы его приняли. Сейчас документ находится на подписании у господина Обама, что в нем точно сказано. Значит, прежде всего, очень важно, что Соединенные Штаты Америки теперь могут оказывать помощь, военную помощь Украине. Речь прежде всего идет о противотанковом оружии и оружии, которое может пробивать броню. Ну, вот такая вот формулировка. Также там идет речь о новых санкциях против России, против крупных компаний вроде Рособоронэкспорта, вроде Газпрома. Речь также идет и о увеличении роли энергетической независимости Украины. То есть, возможно, Америка пойдет на реверс газа из Европы в Украину. Это, конечно, все очень важно, но тут необходимо несколько, ну так, сбить пыл, что ли, сбить вот такой восторженный, позитивный настрой. Дело в том, что этот документ не обязывает. Он лишь дает полномочия, дает права президенту Обаме, президенту Белому Дому действовать вот в, ну как бы, в угоду Киеву и поддерживать Киев. В принципе, президент Обам, получив вот эти возможности, такой, ну, некоторый карт-бланш, можно уже сейчас так говорить, может теоретически не воспользоваться всеми этими благами, которыми его наградил Конгресс. Но, повторяю, действительно очень важно, что его все-таки подписали и приняли, и именно сейчас успели это сделать до Нового года. А, Дмитрий, скажите, пожалуйста, а может быть такое, ведь этот закон вступит в силу после того, что Обама его подпишет, а может быть такое, что Обама не подпишет, наложит вето? Дмитрий. Ну, теоретически, да, Евгений, такое возможно. Дело в том, что в Америке записано такое право, как право карманного вето. То есть, это такое затягивание закона со стороны президента с целью для того, чтобы перенести его вот с текущих рассмотрений на следующий год. То есть, он просто его долго не подписывает, и таким образом он переносится в следующий Сенат. Ну, и там начинаются опять все эти бюрократические процедуры, его рассматривают, носят из кабинета в кабинет, он путешествует по Капитолию, и неизвестно, сколько это может, в конце концов, продолжаться. Но все же говорят, что вот такое единодушие, а я хочу добавить, что Сенат вообще единогласно проголосовал за этот акт, это довольно редко здесь можно увидеть. То есть, и демократы, и республиканцы все выступили за поддержку Украины, и за новые санкции против России. Вот эти факты дают основания полагать, что решение это было согласовано с Белым домом, и Обама все-таки не пойдет в разрез, и не пойдет наперекор. Во-первых, оппозиционерам из республиканской партии, во-вторых, и своим однопартийцам-демократам, которые тоже, надо сказать, очень бодро выступили за принятие вот этого акта 28-28. Там есть, конечно, некоторые сейчас нюансы, то есть, пока непонятно точно, будет ли у Украины вот этот статус главного партнера Америки вне блока НАТО. Конечный текст этой резолюции пока что недоступен, но точно можно говорить о помощи, которую может получить Украина, я бы так сказал, и о тех военных спецах, которых Вашингтон может послать из Америки в Украину, чтобы они уже на месте помогали украинской армии. Дмитрий, а теперь вопрос совсем другой. Вот мы сегодня здесь в студии «Черного зеркала» обсуждаем тему люстрации, закон о люстрации и его прохождении через Венецианскую комиссию. Я понимаю, что это такая материя, которой наверняка в Америке нет такого пристального внимания, как вот, скажем, к вопросам военным, сотрудничества, энергетическим и так далее. Но все же, что говорят, что пишут на эту тему? Есть ли какие-то отклики? Ну да, конечно, об этом говорят и об этом пишут. Дело в том, что слово «люстрация» в Америке не так распространено, как в странах Восточной Европы. Здесь такого опыта никогда не было. Но что здесь было и что здесь постоянно идет, это очень жесткая и твердая борьба с коррупцией. Это именно то, чего сейчас Вашингтон в первую очередь ждет от Киева. Ну, тут можно вспомнить слова господина Байдена насчет Украины, которые прозвучали буквально на этой неделе. Я напомню, что Джо Байден говорил, что Украина сейчас есть последний шанс что-то сделать, изменить ситуацию и прежде всего побороть коррупцию. Надо сказать, что в своей речи Байден говорил довольно такие прямые и жесткие вещи по поводу Украины. Он называл главную проблему, называл тот строй, который сейчас показывал, с которым сейчас борется Киев, клептократией, никак иначе. То есть властью коррупционеров и властью тех, кто не против что-то умыкнуть из государственного бюджета. Ну и, конечно, нельзя говорить о люстрации, о каком-то инструменте наказания, то есть о каком-то кнуте. Так, по крайней мере, уверены в Вашингтоне. Для людей, которые здесь следят за событиями в Украине, люстрация это прежде всего, ну такое оздоровление кабинета правительства, оздоровление вообще всех властных структур. Не для того, чтобы наказать тех, кто раньше был близок к власти, а прежде всего для того, чтобы не допустить вот этого опасного рецидива этих заболеваний, которые были в Украине ранее. Ну и Байден, конечно, говорил, что нельзя профукать вот этот вот шанс. Это такой очень прямой и, пожалуй, наиболее точный перевод того, что говорил американский вице-президент по поводу Украины. Действительно ждут реальных шагов, действительно ждут не просто громких слов и не просто разборок внутри властных кабинетов и Верховной Рады. Ну понятно, Дмитрий, но все-таки вот у меня такой вопрос. Я сам был недавно в Вашингтоне, как вы знаете, и там вот встречаясь с американскими политиками, политологами, в Конгрессе с чиновниками Госдепартамента, я неоднократно слышал о том, что в том числе от Украины ждут того, что она станет правовым государством, что здесь будут жить по закону, а не по понятиям, что называется. Вот с этой точки зрения выражается какая-то критика, скепсис и так далее, в том числе в связи с темой иллюстрации. Дмитрий. Ну естественно, само собой, конечно, потому что для американцев, которые принимают решения, которые следят за Украиной, которые близки ко власти, для них вообще как-то непонятно, какие могут быть противоречия Конституции и другим основным законам Украины, поскольку здесь это все возведено в такой абсолют, что даже те поправки, которые были приняты к Конституции американской, они обсуждались там годами, их уже давно никто не подвергает там каким-либо сомнениям. Так что действительно ждут того, что Украина станет абсолютно правовым государством и вот в этом плане тоже перестроится на западные рельсы и пойдет по пути всех западных стран. Так что абсолютно это вопрос, который не то, что не обсуждается, даже американские конгрессмены и сенаторы, с которыми мы это обсуждали в кулуарах Капитолия, они просто не всегда понимали, о чем идет речь. Спасибо, Дмитрий, спасибо, я напомню, на связи с нами, это был прямой эфир из Вашингтона, наш корреспондент Дмитрий Еловский был с нами на связи, а сейчас у нас, к сожалению, по-прежнему нет возможности связаться с нашим корреспондентом в Венеции, забастовка в Италии, но у нас есть, насколько я понимаю, короткий, ну, в прямой речи короткое выступление, точнее фрагмент интервью председателя Венецианской комиссии господина Букикио. Продолжаем при этом связываться... Окончательное решение Венецианской комиссии таково, закон негоден, документ нужно пересмотреть и изменить, необходимо избежать политизации закона, он не должен стать инструментом мести политическим оппонентом, люстрация должна проходить в строгом соответствии с Конституцией Украины и европейскими стандартами. Ну вот, пока все. Можно, Евгений, я буквально добавлю. Вы знаете, вот у нас... Я буквально... Если мы будем дальше продолжать, мы страну загубим. Во-вторых, враги есть вовне, внутри есть оппоненты, конкуренты, противник политический, но врагов не должно быть. Враг народа это оттуда. Вы знаете откуда? С 37-го года. Поэтому надо быть очень осторожным в применении этого закона. Я за очищение власти. Но нужно понимать, есть государство, а есть режим. И одни прокуроры судей служили государству. А вот давайте определим, кто служил режиму. И надо разделять это. И в законе надо было это прописать. Вот есть государство, государственный служащий, государственный чиновник, судья, прокурор и так далее. А есть режим. Кто входит в режим? Януковича. В режиме Януковича и входят только те высокопосадовцы, которые обеспечивали его режим. И мовы, и те высокопосадовцы, которые обеспечивали. Я обещаю. И может я право сходу тратить? Вы можете подключиться один. Ну не могу я успокоиться по поводу ралли. Почему утром в ралли? В ралли? Послушайте. Венецианская комиссия имеет название. За демократию через право. Демократия это власть народа. Да? Мы все это знаем. Народ после Майдана решил, что власть должна быть очищена через принятие закона про очищение власти. Секунду. Мы сейчас можем спорить. О правовом, о политическом решении, о неком решении. Закон, который был принят после Майдана, на тех эмоциях, на тех расстрелах и на той крови, нельзя обсуждать, правильный он или неправильный, хороший он или плохой. Он плохой. Но без него мы ничего бы не могли сделать, чтобы... А что мы сделали? Сейчас, секунду, что произошло. Слава венецианская комиссия, он практически... Нас это Майдан или народ это избиратель? Который будет побивать неубодно. По всему закону, мы должны ли струкать, чтобы мы люди не даем, не дает. И мы сейчас должны обсуждать не нюансы и дырки в законе, а мы должны для себя принять решение. Люстрация нужна. Люстрация нужна. Да никто же не спорит. Нужна. А вы, те люди, я кем... Венецианская комиссия сейчас сказала, что через три месяца закон нужен. Да, это не выкоростало, и грома от них. Но нужен ли плохой? Плохой закон. В ситуации, когда он был принят, любой закон, который бы ограничивал любыми путями нахождение во власть или приход во власть. А что можно делать? На выборы. Можно было подождать еще время. Но на выборы пришли. Не понимать, как он подойдет. Выборы. У него крови. Сейчас так нормально, как он хочет. Почему он поборится потом в венецианской комиссии? Почему мы об этом не говорим? Алексей, закон был принят по одной простой причине. Народ, население украинцев не верят в украинские суды. Они не верят в суды. Невозможно довести вину через украинские суды. Любой инструмент. То есть политическо-правовой акт. Политическое решение. Я ничего не слышу. Правовой закон. А он не правовой закон. Да, конечно. Давайте узнать, что его нужно менять. Венецианская комиссия сказала, три месяца меняем. Вместо того, чтобы обсуждать, кто виноват. Деревянка виноват. Кивало там или Харебин. Давайте обсуждать, как обществу, политикам, юристам объединиться. Сесть. Прописать правильные, легитимные, работоспособные инструменты. Это начало пересектизации законов. Вот что мы хотим. У нас сегодня достаточно времени. Мы в следующей части нашей программы это обсуждение продолжим. Я надеюсь, так же жарко. И получат возможность говорить те, кто еще своего слова не сказал. Спасибо. Спасибо. Спасибо еще раз за аплодисменты. Я напомню, программа подробностей, как всегда по пятницам, представляет политическое ток-шоу «Черное зеркало». В студии программы Евгений Киселев. Здесь у нас добавились гости. Кое-кто ушел. Вот Роман Зварович нас покинул. Зато пришел представитель правящей коалиции и блога Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Появился здесь у нас и Константин Батосский, помощник Сергея Таруты. Прямо из Гданецка к нам прилетел, если я правильно помню. То, что вы говорили у меня по телефону, когда еще в Польше были. Я должен вам сказать, что так и не получилось нам установить прямую связь с нашим корреспондентом Алексеем Пшемызским. Из-за того, что в Венеции, в Италии забастовка. И в том числе бастуют те сотрудники итальянского телевидения, которые обеспечивают прямые телемосты. Но вот передать свой сюжет ему все-таки удалось. Вот мы его пока шла реклама, получили. Давайте сейчас посмотрим. Алексей Пшемызский рассказывает все-таки, что сегодня произошло в Венеции, где заседала Венецианская комиссия. Ну, скажу, что выводы сегодняшней Венецианской комиссии, конечно, сенсацией не стали. Документ того решения, которое сегодня опубликовали, попал в прессу еще несколько дней назад. Хотя он в целом закрытый. Сегодня, по сути, его просто озвучили, внеся только одно изменение, а скорее дополнение. Критика там действительно очень существенная. Отмечу, что глава Венецианской комиссии Джани Букикио лично после заседания вызвался дать нам комментарий. Вот предлагаю послушать, что он сказал. Окончательное решение Венецианской комиссии таково. Закон негоден. Документ нужно пересмотреть и изменить. Необходимо избежать политизации закона. Он не должен стать инструментом мести политическим оппонентом. Люстрация должна проходить в строгом соответствии с Конституцией Украины и европейскими стандартами. Нельзя люстрировать людей, которые когда-то имели отношение к Компартии. И это одно из ключевых замечаний. С тех пор прошло 20 лет. То же самое касается и чиновников, которые работали при Януковиче. Здесь отметили, что люстрация может касаться только тех чиновников, которые несли угрозу демократии или нарушали права людей. А отмечу, что так как решение комиссии, как я сказал, было известно еще несколько дней тому назад. Вчера сюда, в Венецию, неожиданно прилетела украинская делегация. В целом это не запрещено. Но вот как сказали мне в разговорах представители комиссии, практика, ну, мягко говоря, не принята. Тем более прилетели сами авторы закона вместе с министром юстиции. Кстати, скажу, что Павел Петренко пытался здесь объяснить юристам, насколько этот закон важен для Украины. И вот во время выступления украинские делегаты отметили, что ни закона о возобновлении доверия к судьям, ни закон о люстрации судей, по сути, в Украине не работают. И поэтому провалить закон о люстрации власть просто не может. Еще утром министр, кстати, в интервью нам и другим агентствам заявил, что якобы переубедил комиссию, что всю критику убрали, замечаний больше нет. Но скажу, мягко говоря, это совершенно не так. На самом деле все наоборот. Глава Минюста умолчал, что решение, по сути, добавили только одним пунктом. Венецианская комиссия просто предложила нам помощь в устранении всех тех проблем, которые здесь озвучили. Что касается сегодняшнего мнения, именно так решение Венецианской комиссии называется, оно окончательное. То есть именно вот этот закон больше рассматривать не будут. Комиссия проанализировала текст закона и выслушала объяснения министра юстиции Украины и украинской делегации. Касательно этого варианта закона выводы окончательные. Мы готовы рассмотреть справки, которые, надеемся, внесет Украина. Но решение по этому тексту финальное. Кстати, тоже удивительно, но направила этот документ рассмотрение не Украина. Хотя обычно именно власти страны направляют свои законодательные акты. Именно в мониторинговом комитете, в парламентской ассамблее Совета Европы попросили это сделать. Как лично сказала мне одна из делегатов, текстом закона там очень встревожены. В том числе тем, что украинские суды уже начинают заваливать исками иллюстрированных чиновников. Пока что их 260, но вскоре может быть намного больше. Напомню, Арсений Ценюк сказал, что под иллюстрацию может попасть до миллиона человек. Не исключено, что эти иски могут попасть и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Так или иначе, Украине дали три месяца на разработку нового текста. И если закон кардинально не перепишут, то Украина рискует нарваться на серьезную критику со стороны ПАСЕ. Это был материал нашего корреспондента Алексея Пшемызского. И я бы обратил внимание всех присутствующих, потому что на эту тему у нас была некая словесная пикировка в предыдущей части программы, что решение промежуточное дважды или трижды прозвучало, что данное решение окончательное. По этому закону. А через три месяца будет рассматриваться закон уже после проделанной работы над ошибками. Я давно уже обещал дать слово Николаю Скорой. Я очень благодарен, уважаемый Евгений Алексеевич, уважаемые передачи. Я очень рада долучить эту дискуссию. Я уже боялся, что сегодня это не станет. Вы знаете, Евгений Алексеевич, Вы на начале передачи анонсировали две темы нашего сегодняшнего обговорения. Это программа уряда и это решение Венецеевской комиссии стосовно закону про люстрацию. Я вважаю, что это очень связано между собой. Почему? Потому что перед тем, как доповедать нам свою новую программу, я вважаю, что премьер должен был сделать ответ стосовно своей передней программы. Потому что в данной ситуации передником пана Яценюка выступает сам пан Яценюк. И я вважаю, что он должен был доповедить украинскому народу, суспільству, стосовно того, что делали уряд и украинская влада на протяжении последних девяти месяцев. Из тех решений, которые Вы чётко озвучили, которые озвучил глава Венецеевской комиссии, чётко впливает то, что закон про люстрацию должен быть переработан в соответствии с тем, что должен быть персональная ответственность каждой конкретной человек перед законом. Он должен быть право защищать свои интересы в суде и так далее. Мне хочется спросить у действующей влады, у кабинета министра, у правоохранных органов. За девять месяцев мы не имеем никакого обвиневательного вируса, стосовно тех людей, с которыми повязывают события Майдана. Даже, я не знаю, насколько это правда, несколько дней тому я прочитал на «Украинской правде», что он отказался Интерполом, стосовно расшивку пана Януковича, оглашение его о международном расшивке. То есть, влада в этот период ничего не сделала для того, чтобы действительно наказать реально тех людей, которые винны в целом ряде событий, которые происходили в нашей стране. Я вас перебью на секунду, потом, просто для справки. Последняя новость на эту тему, Украинское бюро Интерпола, Украинское бюро Интерпола сообщило сегодня, что генеральный секретариат Интерпола рассматривает такие материалы по объявлению Януковича в розыск, а также других экс-чиновников прежнего режима, но окончательное решение не принято. Это просто уточная то, что сообщалось ранее о том, что якобы уже есть негативное решение. Мне кажется, Геннадий Алексеевич, что после тех слов, которые прозвучали из уст главы Венецианской комиссии, дискуссия, мне кажется, совершенно четко можно прекратить. В общем-то, мы находимся на одних и тех же позициях. О том, что есть четкая позиция одного из высших органов Европейского Союза, который вправе трактовать законодательство, конституционное законодательство, в отношении того, что закон должен быть доработан, в закон должны быть внесены на протяжении трех месяцев соответствующие правки, защищающие конституционные права и свободы наших граждан. И закон в том виде, в котором он на сегодняшний день принят, он является неконституционным и нарушающим, опять же, конституционные права наших граждан. В принципе, под этим можно подвести черту. И мне кажется, что в дальнейшем что-то обговаривать, потому что мы, как мне кажется, в принципе, так или иначе стоим на одних и тех же позициях. Ну, давайте мы проверим все это, потому что здесь несколько человек, которые вообще не говорили. Здесь прозвучала власть, прозвучала, ну, то есть коалиция, и поэтому я хотел бы дать ответ. Да, пожалуйста. Во-первых, по поводу отчета. Ну, отчет состоялся, слава Богу, на выборах. И выиграли выборы партия президента Блок Петра Порошенко и Народный фронт во главе с Арсением Иценюком. Вместе набрали, там, 50% голосов, также присоединились к коалиции. Потому что партия Лешка, Батьковщина, а почему они должны идти вместе? Во всем мире, в Европе, партии могут идти раздельно, а потом создают коалицию, если имеют некие близкие взгляды. И, слава Богу, взгляды близки, то есть все политические силы, прошедшие в парламент, кроме оппозиционного блока, создали коалицию. Поэтому отчет премьера и президента состоялся. И отчет не где-то в зале, а перед всем украинским народом, и он поставил свою оценку, и пока эта оценка хорошая. Дай Бог, чтобы было так и дальше. Так про иллюстрацию, про иллюстрацию. Ну, тут несколько прозвучало моментов. Второй момент, я бы хотел все-таки исправить, чтобы мы как-то сами себя не нагнетали. Ну, во-первых, Венецианская комиссия, это орган Совета Европы, а не Евросоюза. Разница, может быть, кажется кому-то небольшой. А, Алексей, мы уже это обсудили. Мы все знаем, что это орган Совета Европы. Алексей, мы уже это обсудили. Я поэтому еще раз исправляю. Мы уже это все обсудили. Это была оговорка. В-третьих, они не могут признать закон неконституционным. Они делают свой вывод, который они сделали. Сегодня они говорят, что давайте доработаем и посмотрим новую редакцию. Ничего в этом страшного я совершенно не вижу. И нужно говорить о следствии. Олег, ну подождите, вы не видите, но с утра почему-то туда едет целая делегация. А что в этом ненормального? Марина может объяснить, нормально это или нет. Я могу вам сказать, что когда рассматривается какой-то... Перед этим еще и делегация... Я снова уточняю, что перед этим члены этой делегации врут. А то, что Венецианская комиссия не имеет замечания к закону. В этом, мне кажется, ничего ненормального нет. Алексей, простите, пожалуйста. Вот мы во что упираемся. Кстати, мы пытаемся сейчас дозвониться по-прежнему до министра юстиции Павла Петренко. Возможно, он сейчас в самолете летит оттуда. Такого тоже я не исключаю. Но давайте попросим нашу редакторскую группу все-таки попытаться еще раз и еще раз его дозвониться. Но, господин Петренко сегодня... Или... Тут два варианта. Или его неправильно поняли, или слова его переврали, или все-таки он почему-то сказал неправду. Он сказал, что Венецианская комиссия одобрила закон. Я хочу закончить буквально одно слово. Я думаю, что наших телезрителей так сказала Венецианская комиссия, так написала слово или не так. Здесь может быть долгая дискуссия между министрами юстиции и кем угодно еще. В чем суть, которую хотело общество? Действительно, общество в Украине требовало этого. Оно хотело обновления. Обновления власти и обновления в том числе чиновничьих кадров. И вот это, и вот это, и вот это, но, к сожалению... Алексей, а вы точно не боитесь сами люстрации? Вот что мне интересно, вы так за ней растворились. Они берут страну до такой точки, в которой мы сегодня находимся, к сожалению. Это удобно, не слышать неудобные вопросы. Алексей, вы лично люстрацию боитесь? Мне нечего бояться люстрацию, потому что я... А кем вы были при режиме Новгорода? Я никаким образом под люстрацию не подпадаю. Я никогда не был... А кем вы были во времена режима Новгорода? Я был завестителем председателя, первым завестителем председателя областного совета. Мне никогда не назначили... С молодежной партией региона послужили в страну. Или кто бы то ни было еще своим указом. И более того, я единственный, во всяком случае, в Одесской области, чиновник такого ранга, который ушел в отставку по собственному желанию. Вы бежали с передней партией региона. А по поводу илюстрации, и по поводу последнего тезиса, который прозвучал, что правоохранительные органы не нашли. И это действительно проблема. И это как раз одна из тех проблем, почему закон илюстрации нужен. Что такие правоохранительные органы, которые за полгода преступления, которые видела вся страна, яркий пример, в Одессе, избили 19 февраля людей, потом была администрация, это видели все. Их сопровождала машина ГАИ, в то время, когда господин Скорик был губернатором. И ничего, и ничего не произошло. И поэтому такие правоохранительные органы. Они тут нам будут рассказывать про химень и кури, дуже багато. Нас цікавит зараз одне. Значит, ну... Марина, Марина, дайте Николаю... Ну вы оба умеете красиво разговаривать, мы знаем. Сейчас, тут нам по сути на вас. Ну конечно. Ну мы подождем секунду, говорите. Николай. Хочу, что господин Кончаренко не трогать мою фамилию. Господин Кончаренко напрямую виновен в событиях 2 мая, о чем есть видеоподтверждение... Каким образом? Видеоподтверждение участия господина Кончаренко в массовом убийстве людей. Ну вот сейчас, смотрите, только что человек абсолютно врет, глядя в глаза камерам и всему остальному. Значит, я безусловно подам... Я смотрю только на Евгения Алексеевича, а вы на все остальное. Я подам безусловно в суд на вас, господин Скорик. Потому что только что вы соврали, так вы это делаете все время. Избив людей, били людей под обл. администрацией, заложили обл. администрацию бетонными блоками и прочим, чтобы только не допустить граждан в здание, которое им принадлежит. Так, все хорошо. Давайте вернемся к нему. Давайте вернемся к нему. Давайте вернемся к нему. Ау, Марина. Я же, Марина Ивановна, извините. Объединение вашего гибели людей, это очень важно, поэтому я еще два слова. Удивительно только одно, насколько слова господина Скорика идеально совпадают с тем, что постоянно звучит на российском телевидении слово в слово, где говорят, вот этих негодяев, душителей, мы должны, мы придем, мы их казним и так далее. Это еще раз подтверждает, что оппозиционный блок является ничем иным, как продолжением московской руки, московской политики. Это уже не политичный. Это уже не политичный. Это уже не политичный. Ваши перемоги не разговаривайте там за кадром. Значит, что касается промежного або остаточного решения. Венеційська комиссия сегодня сказала, как компромисс, поскольку приехал министр юстиции. На самом деле это не по протоколу заседаний Европейской комиссии за демократию через право. Как правило, в заседаниях комиссии берут участь те, кто туда запрошивается самую комиссию. Но, поскольку вот такая, очевидно, нестандартная ситуация, комиссии дали возможность висловиться. Я знаю, что были и рабочие, и до заседания были рабочие встречи, где шукали компромисс. Венеційська комиссия всегда идет на встречу всем странам в сложных ситуациях. Поэтому решение имеет характер промежного. Промежное означает, что в мониторинговый комитет паре, это решение пиде. Монторинговый комитет берет это решение Венеційськой комиссии на контроль, то есть выполнение решения Украины на контроль, а как компромисс с Украинской державой, решение комиссии полягает в том, что должны вместе, за помощью европейских экспертов, доопрацювать закон. И, на самом деле, Альоша, если даже закон относится одной человеку, жизнь одной человеку, то, конечно, это очень важно для всей страны. Поэтому это важно, что сказала Венеційськая комиссия. Важливо. Конечно, важно. Марина Ивановна. Конечно, важно. Алексей. Мы суверенная страна. И, конечно, очень важно, что сказала Венеційськая комиссия. Только давайте не говорить сегодня о том, что вот, как нам кто-то где-то сказал, так оно и должно быть. Подождите секундочку, Алексей, Алексей, у вас просто не было в начале программы, мы обо всем этом уже сказали, что Венецианская комиссия не является органом, который может чего-либо диктовать или отменять какие-то законы. С другой стороны... Анна Малер. Анна Малер. Простите, прежде чем Анна Малер, два человека еще не говорили вообще. Константин Батоцкий, потом Юрий Левченко. У меня есть несколько ремарок к ситуации вокруг законной алюстрации. Первый момент это то, что все-таки закон, алюстрация должен иметь некий всеобщий характер. Если у нас сегодня у власти находятся чиновники, которые были, служили также в кабинете министра Фазарова, президент Порошенко был министром в кабинете министра Фазарова, его этот закон не коснулся, то это не очень хорошо, потому что закон должен все-таки не наказывать отдельных граждан, а касаться всех. Это первый момент. Второй момент непонятно, что сделать с выборными должностями. Это проблема, которая актуальна для Донбасса. Как оценивать поведение народных депутатов Верховного Совета Крыма, которые проголосовали и практически передали свою присягу, свои обещания, свою страну. Как относиться к тем городским головам, которые пытались сдерживать волну протестную и сепаратистов, постоянно играя на интересах тех и других, балансировали для того, чтобы не получить социальный взрыв и просто волну насилия на ровном месте. Вот все знают мэра Славянска Нелли Штеппу, да, она вот арестована, против нее происходит уголовное дело, и как я читал в новостях, ей светит пожизненный срок. Пожизненный срок за что? За что? Является ли наказание одного чиновника? Это же не иллюстрация, это уголовная преседа, это суд должен разобраться. Иллюстрация это суть, у нас люди, люди хотят понимать суть, останутся ли люди, которые были у власти тогда, виновные, включенные в принятие преступных решений у власти сегодня. Венецианская комиссия четко сказала, что те, кто имеет отношение к нарушению прав человека, к установлению действительно диктаторского режима, те должны быть очищены, ну или власть не должна быть индивидуальным подписчикам. Безусловно, безусловно, отстранение от власти. Но это не означает... Если ее члены будут жить в Украине, в украинских реалиях, понимать происходящие здесь процессы. Беда не в том, что одни остались у власти, а другие нет. Беда в том, что люди отмазывают себя от судов. Законы хорошие. Как исследовать, как понимать, как наказывать, вот в чем проблема. Как сделать... И тут еще есть много проблем, потому что на самом деле каждое государство чиновника, который профессионален, который патриотечен, служит государству и закону, оно растит. Понимаете, у нас настолько низкий уровень правовой и политической культуры, говорит, что как только пришла новая политическая сила, а ну-ка все на выход. Набрали тех, кто, извините, вчера был секретаршами, любовницами, простите, но так есть. И сегодня они работают. Вот я приведу вам пример. Это постоянно происходило. Да, ну вот такая наша педа. На самом деле, это не система. И поэтому надо менять. Но, Юра, так дело в том, что... Иначе вы систему не поменяете. Так вот я вам скажу, что надо менять систему. Жить! 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 А потом люди, которые здесь присутствуют, должны быть у владе. Это политическая риторика. Это не риторика. Марина Ванна, Юрий, если вы не очистите владу, я перепрошу. Молодь и опыт. Это нормально. Мы сейчас вошли в такой период, начиная с 1 листопада, что почти каждый день, каждый второй день страна сгадывает певные речницы Майдана. 21-го начался, потом студентов разгонали. Потом мы сгадывали, как с 10-го на 11-го намагались с силовым методом первый раз зачистить Майдан, когда он уже стоял, масово, и все вещи, собственно говоря, кто сделал, это не один Янукович сделал. Он даже выполнился в облдержадміністрациях, райдержадміністрациях, районных прокураты выполнился излучинные наказы. Для того, чтобы мы могли действительно начать с нового аркушу, чтобы мы могли действительно очистить владу и вообще иметь будущее для нашей страны, за что, кстати, я напоминаю всем по сути, сотни людей помирали и до сих пор помирают, то нам действительно нужно провести люстрацию. И общество это хочет. Люди этого хотят. Поэтому, нет, поэтому вопрос. Когда сегодня обговорюют закон, и когда сегодня я слышу, что закон плохой, так, на самом деле, я сам могу сказать, что закон недосконалый. Например, я особо считаю, что в законе должна быть подписана норма щодо выборных посад, и пока мы также не занимаемся очищением по выборным посадам, то никакого нормального очищения у нас не будет, потому что, опять же, таким образом, оппозиционный блок опинился в Виховной Раде. Но, знаете, давайте так, по-перше, по-перше, я вас не перебиваю. Я не перебиваю никого. Так, я попросил буквально дві хлинки, чтобы тоже не перебивали. Так, знаете, когда вы говорите, что люди голосовали, то очень много, на жаль, граждан Украины с паспортом с тризубом сейчас на Сходе стреляют в наших солдат и убивают их. То не можно вважать, что каждый, кто имеет паспорт с тризубом, имеет равные права. Это неправильно, потому что мы сейчас имеем войну. Так вот, когда я сегодня слышу разговоры про то, что закон неправильный, я сам погоджусь, что закон имеет недолики. Вот только есть одна проблема. Я почему-то сегодня не слышал от людей, которые рассказывают, какой закон неправильный, как они предлагают люстрацию в течение жизни. И тогда, соответственно, у меня появляется думка, что те люди, которые рассказывают, какой неправильный этот закон, не предлагая своих вариантов, на самом деле никакой люстрации не хотят проводить. Вот в чём проблема, товариство. Тому, если, правда, щиро вы хотите выполнять указки общества и требования общества, и требования Майдана, если это щиро, а не лукавство, то вы не только критикуйте этот закон, который сейчас есть, а вы сразу же в следующем речении пропонуйте свою альтернативу. И тогда вы будете щири. Потому что, еще раз наголошую, люди хотят очищения влады. Люди редь стояли на морозе за очищение влады. Люди помирали за очищение влады. Люди доси помирают за очищение влады. За Украину. И сейчас сказать, что это неправильно. Это не правильно. Вдругой, пожалуйста, попонуйте. А уж, sowie, пожалуйста, вопросы, это не «очищение влады»? НИ. 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 0% будут подписывать. Я вамasti говорю, чему вы проиграли. Вдругой, пожалуйста. Вы вопрос一 вопрос? Ув Balltech, вы вопрос? Если вы спросите, что выборы не очищены влады, я говорю, что нет, выборы в сегодняшней Украине не очищены влады, а я вам поясню, почему выборы в сегодняшней Украине не очищены влады. Потому что пан Лесик Довгий приехал в Кировоград, купил 30% выборов и болит в Верховном парке Петра Порошенко. Вот почему выборы не очищены влады, потому что пан Юхим Звегильский отримал 1400 голосов, неведомо каким чином привезли на дельнице, и снова поправил парамент, поэтому выборы это не очищены влады, я понимаю, я пафос, Марина Ивановна, секундочку, я розумію пафос, я розумію пафос, я розумію пафос, правильно, это разные вещи, понимаете, правильно, но для этого нужно было изменить выборский закон, так, 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 это было по-другому, по-другому, что такое очищение? А как можно было извините, я вибачу, закон, когда в законе 239 депутатов, которые голосовали за законы, что настоящее, я положу твою думку, но смотрите, очищение влады, очищение, корень, чистка, чистка, мы эти чистки, не чистки, а не чистки, а не чистки, а не чистки. И, по-друге, а ты кажешь, нема альтернативы, а можно альтернатива, хіба нема карного законодавства, хіба нема адміністративного законодавства, есть возможности, это не обязательно делать через люстрацию. А кто будет ческане, не вовязково, еще один момент, кто будет ческане законодавства, ты же любишь, ты же любишь Украину, любишь Украину, и я люблю, но, я скажу, мы Краину можем втратить, надо дивиться вперед, майбутнє, а мы ковыряемся в этих ранах, шукаем ворогов, сих, комста, без очищения не будет майбутнього, будет тем, что было 20 лет, я скажу, в том же проблема, что очень тяжело разразить помсту и очищение, в этом законе, в этом законе, в этом законе, знаете, как это происходит, остальную вымарку, я не переключу, в 10 секунд, я просто покажу, что сложно вы разразить, я нагадую всем, я нагадую всем, я нагадую всем, я нагадую всем, посутним, так? Я нагадую всем, что судовая система, каждая судовая система, наиболее правильный суд в мире, в Западной Европе и в Америке, суды делают ошибки, они ошибаются, но через это не скасируют судовую систему, только то, что кто-то когда-то ошибался, потому что невозможно так, и так же, что илюстрации, так? Можем, илюстрают кого-то, что не заслуживало, но для общества, это полезно и это нужно. Спасибо. Спасибо за аплодисменты. Спасибо за аплодисменты, я просто хочу вам сообщить, что дозвонились мы до господина Петренко, но он, сославшись на занятость или на то, что он находится где-то за границей, ему сложно говорить по телефону, к нам в разговор в удаленном режиме включиться из Бога. Анна, я обещал дать вам слово. Прежде чем дам слово, хочу напомнить об одном моменте, прежде чем вы начнете, о котором мы, по-моему, все время забываем, что Майдан начался из-за того, что Янукович развернулся, сделал там разворот на 180 градусов и сказал, что мы больше в Европу не идем, мы идем там в другом каком-то направлении. Но если мы хотим в Европу, наши законы должны соответствовать европейским нормам. Не правда ли? Пожалуйста, Анна. Я хочу пану Юрію відповісти, що моя критика небезпідставна, моя концепція люстрації була ще в квітні оприлюднена, але робочі групи, які займалися проектом, виявили бажання зайнятися політичною доцільністю, а не правовою культурою. Тому ви можете з цією концепцією ознайомитись, вона не тільки опублікована в тих виданнях, які читають політики, але я також на багатьох наукових заходах, громадських її оприлюднювала. Все це є в інтернеті, загуглите, будь ласка. Вы зараз попануете людям, попануете суспільству попануете. Суспільство уже давно ознайомлено. Я пів року цим займаюсь. І я хочу сказати, що реакція влади, ви запитуєте постійно, чого збрехали. Я вам скажу, що просто... Так, я просто пів року займаюся тим, щоб достукатися до влади. Я вам зараз, я просто зараз викрою це лукавство і вам розповім, в чому проблема. Насправді, наша влада просто ще не зорієнтувалася, не зрозуміла, що Венеціанська комісія просто врятувала їх від серйозного провалу люстрації, від серйозної недовіри з боку громадян. Насправді, цей закон закладався у такий спосіб, щоб якось так люструвати, щоб не люструвати. Він не дає можливості реалізувати люстрацію. Це перше. По-друге, він кинутий громадянам перед виборами, тому це популізм. І він приховує небажання або неспроможність притягти до кримінальної відповідальності всіх представників злочинного режиму. Ви мені скажіть, чому в цьому законі закладена норма, що всі, хто отримали статус учасника бойових дій, не підпадають під люстрацію. Тепер ті беркутівці, які розстрілювали наших героїв на Майдані, на два тижні ідуть в Атурі. Я вас не перебувала, я закінчу і тоді вас вислухаю. Так от я хочу сказати, щоб всі це розуміли, що зараз нас, громадськість і можливо вас, бо я вірю, що ви патріот, використали ті люди, які при владі і прийняли такий закон, який не є люстрацією, а є профанацією люстрації. За ним не можна законно нікого люструвати. І повірте, що ці позови, які зараз є про відновлення люстрованих осіб, вони будуть в Європейському суді. І це буде ганьба для України. Тому я сьогодні дякую Венесільській комісії, що вона врятувала нас від цієї ганьби. І зараз буде змінений закон. І нарешті влада змушена буде робити люстрацію, як вона не хоче. Там буде не тільки позор, але й денежні потери. А репутаційні страти для України? А потім в результаті вистанавливають людей з довгості і платити зарплату за те час, поки їх уволили з довгості. Я дамся на питання, яке ви спомолювали. Значить перше, якщо б цей закон не діяв і не був діявий, не було б такої істерики, не тільки в Україні, а й зовні. Тому що ПАРЕ, коли ініціювало звернення до Венецьанської комісії, я вам хочу нагадати, чому це сталося. Тому що депутат від партії регіонів Льовичкіна, вона є представником від України в ПАРЕ. Так само і представникам від України у всіх інших міжгородних європейських інституціях. Так само депутати від партії регіонів, в яких безпосередньо в тому числі їх спасують ціх колег. Тому вони ініціювали цю процедуру. Це перше. Друге, якщо б не був, це не перебувайте, я вас не перебував. Якщо б не був, він дієвий, то цієї істерики в Україні не було. Але справа в тому, що ніхто не хоче йти геть від влади. Ці наскільки привикли її експлуатувати і нищити суспільство і Україну, і наскільки вони використовують владу для власної наживи, що ніхто не хоче від неї йти. І коли цей закон почав працювати, саме в перші дні, коли почав працювати, ця істерика виникла, при чому публічно скрізь. І ополіційний блок в тому числі заявив зразу, що вони будуть робити все можливе і неможливе, щоб цей закон скасувати. Але люди повинні робити нормальне завершення. Але це єдиний крок на шлипу змінних до реформ, які були реально здійснені після революції Гідрі. Але до них нічого не можна зробити. Це профанатії, це зілюстрації. Ті люди, які були звільнені і будуть звільнені, вони не повернуться протягом 10 років назад у владу. Не буде реваншу, не буде того, що вони добре вміють робити. Як правоохоронна система буде судити людину, якщо все пов'язано? Де притягнені до кримінальної відповідальності злочинці? Режиму? Де? Олександр, знаєте, короткий коментарий. Кспільник, коли сел, сказав, що в нас в країні не війна. У нас в країні йде війна. Ми обсуждаємо, що не ми з тобою объявляємо війну війну. У нас в країні війни офіційно є. У нас в країні неофіційно є. Я знаю, що це тако війна. У нас в країні йде війна. Вадим, є право, сила, є сила війна. Вадим, є право, сила, є сила війна. Вадим, є право, сила війна. Учиться, учиться, учиться. Вадим, Вадим. У нас вийде один. Вадим, є много бійн не війна. Вадим, 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 відчастиcled Letty. Вадим, будемо, давайте будемо умовити. Давайте будемо уважаються vurмо і переб 레�нем. Давайте дадим Godо проклятиlists зіху. Вадим, є право, сила війна. Вадим, це право, сила війна націю. Олександр,iten, Олександр. Это военно-полицейская операция Армия Российской Федерации Удевает украинских солдат Учитывая дипломатия Вадим, у нас в стране Вадим, у нас в стране идет Анти-тенавистическая операция Напоминающая войну Дорогой мой Вы понимаете, что это война? Надо разрывать его Начни с третьего предложения Я скажу, война имеет правовую форму Дорогой мой Она правила имеет А анти-тенавистическая операция не имеет И это как раз позволяет нам действовать так, как мы действуем Как не понимаешь это все Что думаешь, что дураки везде сидят? Они не думают, что война или АТО Анти-тенавистическая операция Правильное название всего того, что происходит Оккупировано 10% территории страны Еще раз говорю, вот это наше проблеме Алексей, аккуратно вы сейчас Вы сейчас критикуете, кстати, главу своего блока Алексей, государство Государство Украины Терроризм не валили Проблема тексту валили Давайте все же выслушаем, что нам хотел сказать Александр Кареев Я хочу сказать одну простую вещь Очень простой закон олигентации Если бы власть имела политическую волю это сделать Необходимо сделать очень простую вещь Признать людей виновными в государственной измене И на этом вся иллюстрация закончится Следующий этап Это криминальное преследование за коррупцию За разворование бюджета Майдан случился по двум причинам Украина развернулась спиной к Европе лицом к России Это сдача государственных интересов Государственное преступление На основании которого депутаты оппозиционного блока Должны быть лишены любого права быть избранными На основании видеофактов Доказатель свидетелей Того, что мы видим в интернете То, о чем нам рассказывают Это самый простой путь иллюстрации Я сразу тебе отвечу Никто никогда не будет опилировать Избирать Никто никогда не будет опилировать Никто никогда не выигрывает Персонально И быть себе политиком Так, господа Вот я не знаю Еще раз, извините Секундочку Я не знаю, как зрители Я, даже находясь здесь среди вас Не слышу ничего Возможно, наш звукорежиссер творит чудеса И как-то умеет микшировать Разные микрофоны Но все-таки Давайте по очереди Чтобы в общем гвалте не ушла Пожалуйста Якщо мы насправді Хочемо в демократичний спосіб Будувати державу То я закликаю Молодих народних депутатів України Перестати Увесь час Звинувачувати Європейские институции Моніторинговый комитет Алеша, подождите Я очень внимательно Юрий Деревянко Слушаю, что вы говорите И вы, когда завтра Посмотрите повтори в эфире Тоже послушайте себя Потому что у вас была истерика В начале передачи Венецианской комиссии Значит, в Венецианской комиссии Никакой истерики По поводу Украины нет Такой подход был к Албании Такой подход был к другим странам Точно такой подход к Украине Никакой особенности В части закона Улюстрации Никаких особых отношений К Украине В этой части Венецианской комиссии нет Теперь по мониторинговому комитету Кто бы там ни инициировал членов мониторингового комитета рассмотрения того или другого вопроса, мониторинговый комитет всегда решает вопросы коллегиально. Пожалуйста, давайте учиться, мы же стремимся в Европу, давайте учиться хотя бы их уважать уже, если мы к ним стремимся, если сами себя уже не умеем уважать. Для меня очень удивительно, как представители власти сегодня говорят о том, что есть война. Так, Алексей, я к вам обращаюсь. Вы член парламента, член коалиции правящей, член президентской команды. Так я хочу, чтобы украинское правительство не во время интервью, не во время разговоров с журналистами и политологами, а формально юридически, с того момента, когда в нашей стране произошла российская агрессия, назвало вещи своими именами. И тогда бы у нас была бы война. А так? А так? Нет, у нас есть война, Алеша, мы с вами общаемся в фейсбуке, и вы знаете, что я всегда пишу об этом. У нас есть... А почему она не подтвердила? А вы понимаете, какая происходит манипуляция общественным мнением? Мы вот тут говорим, что война есть, а украинское государство в лице своих правителей, тех, кто уполномочен народом руководить этой страной, не признает эту войну. Давайте, господа, вот посмотрите, пожалуйста. У меня одна большая проблема. Обратите внимание на голосование, которое мне сейчас проводит. Юрий, пожалуйста. Вы сейчас в стране идет реальная война. Вы сейчас ответите. Вы сейчас ответите. В стране реально идет война. Вот смотрите, чего сейчас не хватает Украине, спрашиваем мы на нашем сайте у наших зрителей. Большинство говорят «мира», да? Это, видимо, потому что нет войны. Это понятно. Видимо, потому что нет войны. А вы не знаете, но вы не знаете, президенту Порошенко. А на устрации? Обратите внимание, сколько народу хотят мира, а сколько людей хотят люстрации? Понимаете, соотношение 64 к северной войны, почему вы можете вам пропустить военное вражение? Будь военная цензура, ограничен все. Ну как вы этого не понимаете? Да, только можно повторять, это вот нас сейчас увидят ребята, которые находятся в окопах и гибнут за свою страну. И услышат, судья говорит, у нас не будет войны. А на конфликтах, она гибнут, она гроза. Мы это гроза. Мы это гроза. По-моему, мы это гроза. У нас это гроза. Незонародный конфликт. Война. А то, что нашей стране приходится, к сожалению, сегодня мы не можем от этого уйти. Мы имеем дело с ядерным государством. Самая крупная армия в Европе. И нашей стране приходится искать пути, как защитить страну. И в этом надо быть и умным, и хитрым тоже. И сегодня это делает украинская дипломатия, сегодня это делают украинские военные. Но мы же здесь внутри своей страны что себя обманывать будем? У нас не война, у нас война за спасение нашей страны. Народный депутат Ванчаренко. Надо быть и умным, и хитрым, но в международных отношениях надо руководствоваться международным правом. И только это может быть ключом к разрешению тех проблем, которые мы имеем. Когда первый руководствовался международным правом, когда второй власть забрала Крым, когда отправил своих солдат на Донбасс, когда поддерживает пятую колонну в виде оппозиционного блока у нас внутри страны. Это, наверное, действительно международное право. Давайте речи называть своими именами, когда мы говорим о том, что это безумовно гибридная война. А вам хочу так сказать, что нужно быть корректным и не перекручивать. Когда я говорю о истерике, то я говорю о истерике, которая началась в Украине, которая началась именно среди тех людей, которые употребляют в бюджетную страту. Не перебивайте, пожалуйста. Мы очень уважаемые международные институты. И, безумовно, если есть уважения, мы очень уважаемые и ПАРЕ, и Венецинскую комиссию, и, безумовно, все эти уважения, которые есть у них, у наших коллег, и у других юристов, мы запрошиваем на то, чтобы удосконалить этот закон. Но не говорите про то, что давайте мы его скасуем, не говорите про то, что давайте забудем, что мы инициируем в парламенте. Мы инициируем в парламенте тимчасовую специальную комиссию с питанием иллюстрации, государственной службой, именно для того, чтобы из всех фракций, в том числе из оппозиционного блоку, могли депутаты взяти разом с представителями фаховых институций юридических и доопраценивать этот закон. Это хорошая, качественная разговора. Безумовно, это хорошая, качественная разговора. И очищение, и обновление. Это наше завдание с вами. Юрій, я вам сейчас отвечу на вопрос, кто в этой стране не хочет проводить иллюстрацию. Я верю в ваши щири намерения, и они у нас сбегаются. Иллюстрацию не хочет проводить влада. И поэтому эта влада использовала вас, использовала общественность и организовала такой текст закону. Не за него стояла на Майдане, не за него просила общественность. Не за этот текст. И я хочу сказать, что влада не хочет протягать никого до криминальности. Чому? Бо вона взагалі не очищает свои лавы от тех людей, которые належали до криминального режима. А сейчас нам кого люструют? Секретарши всяких клерков, шестерок нам люструют. А тех людей, через яких взагалі розбирается держава, кто их не строит. Молодец, я прочитаю, что высокопосадок не может протягать до криминального режима. Секретарши всяких законов приговорить небажание люструвати злочинцев. Прозвучал очень важный тезис, который я считаю ключевой в данной ситуации. Что не могут быть, вот мой коллега сказал, что не могут быть одинаковых прав у людей с трезубами, які протримуються різных точек зору. Якщо... Одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку. Одну секундочку. Значит, если эти люди, вне зависимости от их точки зрения, граждане Украины, если они хотят своей стране мира, если они хотят своей стране добра, те преступники, которые... Одну секундочку, ребята, хватит этого, я слушал вас два с половиной часа. Те преступники, которые стреляют, их нужно сажать в тюрьму, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не заниматься словоблудием. Мы просто страну теряем. Вы фактически, говоря о том, что оппозиционный блок не имеет никаких прав, вы не вычеркиваете спорика кого-то еще. Вы вычеркиваете миллионы людей, которые проголосовали за нас. Вы вычеркиваете целую часть страны. Вы просто продолжаете страну раскалывать. Подвели черту, начали строить новую страну. Вы же только занимаетесь, мы два часа занимаемся словоблудием. О чем мы говорим? Вы слышали? В следующей части нашей программы мы поговорим с другими. Спасибо, спасибо, спасибо за аплодисменты. Мы продолжаем программу «Черное зеркало», которая, как всегда, по пятницам представляет вам редакция программы подробности. Вы знаете, я в этом часе воспользуюсь своим правом ведущего и хочу сразу заменить тему. Вот мы говорили два часа о люстрации. В самом начале еще в программе новостей мы анонсировали сегодняшний выпуск. говорили о том, что у нас будет две темы. Что еще одно было очень важное событие на минувшей неделе. Это решение парламенту утвердить программу действий правительства Украины. Кстати, вот к нам присоединился экономический обозреватель Олег Гавриш. Я надеюсь, что он по поводу этой программы будет иметь возможность высказаться. Вообще, конечно, обсуждение этой программы и ее утверждение приходило при удивительных обстоятельствах. Но после того, что сказал Юрий Луценко, а он сказал, что программа его разочаровала, и это нечто среднее между студенческой халтурой и журналом «Мурзилка», я, честно говоря, ожидал, что парламент или отложит принятие решения, или проголосует против, но парламент проголосовал за. Вот как вы думаете... Парламент изменил все. Парламент внес правку, что кроме этого соглашения, неотъемлемой его частью, является коалиционное соглашение на 62 страницах, подписанное 302 народными депутатами Украины. То есть, Юрий Луценко раскритиковал тот документ, который зашел. Не писать пустую программу, которая ничего абсолютно не говорит, которая направлена только на то, чтобы получить кредиты МВФ, само ее принятие, которая не говорит ничего о том, как защитить наших граждан от того, что происходит с ценами, с курсом доллара, которая ничего не говорит о том, как помогать нашему агропромышленному комплексу, нашей промышленности, нашему транспортному комплексу, вообще ничего. Программа, которая действительно... Я совершенно с вами, Евгений Алексеевич, согласен. Если вы подписали коалиционное соглашение, в этот же день примите на основе этого коалиционного соглашения программу и выполняйте ее. Программа, которая... Тогда вы нечете за нее ответственность. А так это было чистый пиар. Вот вы, кстати, еще один момент. Если в пятой колонии не нравится наша программа, это первый положительный сигнал. Это вот к тому, что говорил господин Карасев, что мы отказываемся... Это программа, Алексей Алексеевич, не нравится людям, а не пятой колонии, как это говорит. Вы говорили, что... Как мы должны относиться к депутатам, которые избраны на последних выборах. Подождите секундочку. Было только что задано... Это были украинцы, электроники. Евгений Алексеевич, было только что задано с десяток вопросов. Я, насколько я понимаю, в этой студии единственный депутат, который голосовал за эту программу. Поэтому я хочу на них дать ответ. Ваш лидер сказал, что это... Юрий, вы не голосовали? Поэтому... Я просто хочу уточить. Вы не голосовали? Я не одержался. Я не одержался. Я не одержался. Вы... А почему голосовали против? Ну, давайте я отвечу на вопрос. Ну, подождите, но мне тоже интересно. Я вам не задавал никаких вопросов. Как же вы задали миллион вопросов? Подождите, вы перебили, господина Скорика, и сказали свою точку. Верене. А вот я хотел спросить у Юрия Левченко, почему вы голосовали против? Значит, эта программа Урия Левченко, она, скорее всего, спрямована на урезание всех возможных социальных, бюджетных, будь-яких выдавок, абсолютно. И, знаете, это объясняется тем, что нужно балансировать бюджет, что этого требует МВФ. Правда, МВФ и другие международные кредиторы требуют балансирования бюджета. Но ни где не сказано, что это должно быть сделано суто через урезание выдавков. Я напоминаю, как бы, уряду и всем, что бюджет может голосовать не только через урезание выдавков, а через находление новых подходов до бюджета. Так, поэтому я бы голосовал бы за эту программу, если бы в ней было бы, например, сказано про скасование угоди про уникновение оподаткования за Республикой Кипр, через которые щороку миллиарды долларов возятся из Украины. Если бы в этой программе было бы что-то сказано про реальную борьбу с транспортным ценоутворением, знов таки, через что олігархи вывозят миллиарды гривен из украинской экономики. Если бы там была бы идея заповедить правильное прогрессивное оподаткование, податки на роскоши и так далее, то есть, собственно говоря, перенести тягарь ответственности на олігархичный класс, вместо того, чтобы, наоборот, урезать все для социально незахищенных весь населения и весь тягарь класти на малий и средний бизнес. Вот, если бы это там было, то можно было бы тогда после всех этих отходов говорить о каких-то урезаниях. А так, виходит так, что у нас наоборот. Это пятая колонна тоже бывает. Говорят так, что, наоборот, спочатку говорят про то, как треба все урезать, а потом уже за лишковым принципом, да, давайте, может, трошки еще у олігархов тоже жирку заберемо. И еще один очень важный момент, что особенно меня очень вбурило, это момент про приватизацию 1200 государственных предприятий. Значит, по-перше, это делать во время войны и экономической кризи невозможно, потому что, даже если бы допустить, что это хорошая идея, я вважаю, что это плохая идея, но если бы допустить, что это хорошая идея, то за эти предприятия сейчас можно отримать копейки, потому что в Украине такая экономическая ситуация. Но это не даже хорошая идея вообще, потому что не можно стратегические предприятия сейчас приватизировать. Да, даже не стратегические. Мы, например, сейчас имеем в виду... Я просто в продолжении того, что вы говорите, а потом вы продолжите. Вот, действительно, если представить себя выставить, кто сейчас в состоянии купить... Власно кажучи. Кто? Нет, почему? Русский бизнес очень... Так вот, так вот, но в принципе, но в принципе, насправді, насправді, тебе говорится не про продаж этих предприятий, а насправді тебе надо смотреться на те предприятия, которые сейчас тебе повертать в державную власність. Вот, как можно сказать, как на журналистах Киеве, вот это, дороже, мы сейчас находимся в моем окне, в 223 году, так? Что в Киеве, Киев-Энерго, Киев-Энерго, монополист по постачанью электроэнергии, по теплопостачанню монополист, я в приватной власности пана Ріната Леониди Шахметова. Это, в самом деле, как-то логично, ну, это возможно. А потом люди питают, чому немае горячей воды, чому там перебои в электроэнергии и так далее. То вот, чему, власне кажучи, то, наверное, надо бы говорить, что такие предприятия Киевы... Нет. Такие предприятия, как Киев Энерго, такие предприятия, как ДТЭК, тоже власти Геометра, и не только, много других предприятий, сегодня надо повертать в государственную властность и в некоторых случаях в коммунальную властность. Потому что государство сейчас в такой ситуации, что она должна использовать свои балансующие важные, а не так, как приватный властник, который всегда думает только про свой прибуток. Он, кроме прибуток, больше ни про чего не думает. Алексей, прошу вас, вы здесь не самый главный, извините, я вам обязательно дам слово. Вопрос за вопросом в программе. Вот еще один человек, который принимал участие в голосовании. Я хотел бы выслушать его позицию. Я народным депутатом, который был выбран в 2012 году, который воевал как оппозиция с режимом Януковича. Я и народный депутат, который политической партии «Воля» выбранный сейчас. Демократичный по Ивано-Санківской области, 18-й мажоритарный образ. Так я так же не голосовал за эту программу и сейчас объясню, почему. Что вы работаете? Не голосовал. Поясню. И коалиции с оппозиционным блоком никогда не будет, но я объясню, почему. Потому что, если перевести это все на мову цифр программы, которая будет реализована через сейчас изменения до бюджета и изменения до податкового кодексу, то это выглядит примерно так, что так называемое скасывание неэффективных пильг, это так названо в программе, под неэффективными пильгами, понимаете, скасывание оплаты за харчование в лекарнях, скасывание оплаты за нарушения детей, кроме тех, где 6,5 тысяч гривен доход на каждого члена семьи, скасывание стипендий для студентов, кроме тех, которые, значит, сиротами, або тех, которые, значит, мают... И так дальше. Секундочку, секундочку. Все эти доручения мы видели, как урядовые доручения, которые будут, которые будут подготовить до наступного кроку. Значит, это в цифрах называется 27 миллиардов гривен. Скоротить выдатки государственного бюджета за рахунок найбеднейших верст населенения. 27 миллиардов гривен. Если мы говорим про те вещи, которые должны быть в программе, которые должны быть негайно, это трансферные ценноотворения, чтобы мы понимали в студии, что это такое. Это означает, что определенная группа компаний имеет суткие пильги по идеальности и по оподаткуванию. Это какая группа компаний? Это группа компаний, которые выдают нафту, газ, сировину, руду, залезную руду, металлургия, химия. Это компания. Кто ними владеет сегодня? Понимаете, какие люди? Те люди, которые финансировали разные блоки, разные политические партии, которые они ушли на выборы. Для этих людей эти изменения станут аж в конце 2016-го года. Нам нужно прожить 2015-й. И эти 27 миллиардов гривен, которые предлагают скоротить, будут скороченными за рахунок найбеднейших верст населенения. А это не чипают по общему. Это первое. Другое. 18 миллиардов, это химика и металлургия. Абсолютно. Другое вопрос. Стосуясь того, что мы не имеем ничего с точки зрения прозорости монопольных компаний. Жодного. Хиба кто знает из жителей города Киева, яка витрата, какие вартости по теплу, газу, по всему. Никто не знает. И это проблема. Мы сегодня не имеем закону про государственные закупки, где в обысковом порядке должны быть тендеры по государственным предприятиям. Это 100 миллиардов гривен. 100 миллиардов гривен в обсяг этих денег, которые сегодня поза с тендерами вообще и происходят. Не мне вам говорить про то, что от 20 до 30% оттенков так называемых этих денег платится, это означает близко 20 миллиардов гривен. А мы оптимизуем. Ничего не поменялось. Илюстрация, как бы, не вычислила всех коррупционеров из всех министерств. Про то, что мы говорили. Секунду, секунду. Устани Юрия, новые люди пришли. Новые люди только очолили верхню ланку, а середины ниже. Я вас не перебиваю. Я вас скажу. Наступное питание. Мова йде про то, что за эти три года те добродяги, которые сейчас хотят вернуться до влады, приватизировали практически до конца все обленерго, все ТЭЦ, стратегические объекты за абсолютные копейки. Укртелеком. Вы понимаете, что сегодня Укртелеком, например, приватизировано за копейки. Питание возникает. Чему эти добродяги не могут доплатить до бюджета гроши, которые абсолютно... Ответьте, ответьте. Поэтому для того, чтобы это стало, нужно, чтобы это было в программе уряда. Если бы это было в программе уряда, а после этого этих денег бы не встачало, но для баланса хочу объяснить, что все эти пункты, которые я назвал сегодня, складывают около 100 миллиардов гривен. Так почему этого нет в программе? Оно есть в программе. Вот теперь самый большой парадокс. Я вважаю, что этого нет. Если написано про трансферную цену творчества, то это кинет 2016-го, а не первый квартал 2015-го. Когда мы говорим про держание закупили, то этого взагаля не имеет. Хорошо, хорошо. Это те, чему мы не голосовали за эту программу. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, спасибо. У нас 10 минут идет бичевание этой программы. Давайте теперь ответим на то, что на самом деле есть. Во-первых, на самом деле в этой программе большинство из того, что сказали мои коллеги, есть. Там есть вопросы и по трансферному ценообразованию, коалиционное соглашение, там есть вопросы налоги на роскошь, там есть вопросы демонополизации, а демонополизации. Это же самые маленькие квартиры, то, что они хотят сделать. Ну, пусть Пахамид еще себя проявит. А демонополизации рынка в Украине. И самое главное, что есть в этой программе, впервые в истории Украины под ней лежит, и частью ее является, 62-страничное коалиционное соглашение, где все это четко прописано и которое будет выполняться. Конечно, сегодня, в той ситуации, в которой находится страна, очень удобно находиться в оппозиции. У меня один вопрос. Коллеги, которые сейчас выступают, они были народными депутатами до того. Я никогда не был народным депутатом, зачем вы это говорите? Алексей, я не был народным депутатом. Ну, снова, вот Юрий, я извиняюсь, значит, Юрий, вот Юрий был народным депутатом, когда был в режиме Януковича. Ну, подожди, в последние полгода, в последние полгода можно было вносить все те же законы, разноцветное ценообразование и все остальное. Сегодня мы взяли на себя ответственность. Это огромная, тяжелейшая ответственность. Никто бы не хотел взять на себя ответственность за ситуацию в стране, которая воюет. И господин Карасек, я скажу еще раз, которая воюет. Которая уничтожает Российская Федерация, которая и так далее и так далее. Никто бы не хотел взять на себя ответственность. Мы взяли. Я хочу сказать еще. Я дать тебе заточку. Я же никого не перебил. Нет в программе правительства ни слова, ни слова об отмене выплаты детям при рождении ребенка. Ни слова этого нет. В программе правительства. Не надо рассказывать ни про какие поручения. Мы говорим о программе правительства. В ней это вовремя. Нет, ну подождите, подождите. А то, что Украине действительно придется оптимизировать многие вещи, это факт. И это тяжелейшее решение, которое хочется принимать все вместе. Понятно, минус оппозиционный блок, с ним все понятно. Им не нравится, им чем хуже, тем лучше. Все остальные народные депутаты, свобода, внефракционные, все. Я предлагаю, коллеги, у нас впереди программа правительства, это не закон. Он не регламентирует собой никакую отдельную сферу жизни общества. У нас впереди принятие всех тех законов, о которых мы говорим. То есть вы просто дали индуйменцию на год правительства. А дальше вы можете ничего не выполнять. Я не дал, не заезжай. Можно, паневина, одно питание. Лаконичный. Пожалуйста. Пожалуйста. Я безусловно, мы будем голосовать за любые нормальные законы. Если не только заголовок правильный, а если изменит закону правильный. Но у меня конкретное вопрос, как раз по этому, Алексей. Вот я зареестировал, я зареестировал, уже зараз, зареестированный законопроект про денонсацию угоди с республикой Кипа про уникнение подвижного опорядкования. Можно сказать сейчас, вот вы особисто и коалиция, або скажите, ваша факция. Я не могу сказать. Ваша факция. Я особисто поддерживаю. Вы за это будете голосовать? Я особисто поддерживаю. Я готова разом с вами подписаться. Вы за это будете голосовать? Все, чудово. А тендеры для державных предприятий прописаны в коалиционной угоде. Пане Юрьевне, я поддерживаю полностью. Я так понимаю, вы поддерживаете коалицию. И меня это очень тишит. Я вам с удовольствием презентую программу коалиции, которую вы сможете... Ну и чудово. Господа депутатов, секундочку. Давайте послушаем экспертов. Пожалуйста, Олег Гавриш, все-таки ваше мнение. Вы как экономический обозреватель. Во-первых, я хочу сказать к поводу программы, что в свое время существовала такая аналогическая стратегия в Украине до 2020 года. Вот согласно ей, на сегодня мы не должны были вообще покупать российский газ. Поэтому программы и стратегии принимаются, но фактически ни одна из них по-нормальному не выполнялась никогда. К сожалению, ни при одной власти. То есть, соответственно, мы не можем надеяться на то, что там что-то будет выполнено или будет выполнено... Нет, это неправильно. Мы не можем надеяться, что это будет выполнено на 100%. Это первый важный тезис. Второй тезис, который я тоже хотел донести, это о том, что вот вы говорите по поводу реприватизации и так дальше, о том, что нужно забрать собственность. Понимаете, что если мы говорим о позиции Европейского Союза, то здесь хотя бы кого-то тронешь, это будут большие проблемы. Потому что защита инвесторов, защита прав инвестиций и так далее, это очень важная вещь. На это идти нельзя. Мало того, если мы посмотрим сейчас на энергетику, вот предположим, да, посмотрите, что сейчас происходит. Продано, фактически там вызывали на допросы прокуратуры. Зенгеневича, это главу Украинтерэнерго, компания, которая экспортировала электроэнергию, импортировала ее сейчас в страну, фактически арестовали. То есть там целая куча вопросов по коррупции. Непонятно там, правда-то нет, но вопросы есть у прокуратуры. Это раз. Два, давайте посмотрим на то, что сейчас там последнее решение правительства собирается ввести, сказать, кого-то посредника, который там непонятного, мутного, который будет экспортировать, импортировать электроэнергию в Крым. Та же самая непонятная ситуация. Совершенно вызывающие вопросы. То есть, если мы говорим, я сейчас веду к тому, что государство на самом деле, это далеко не самый лучший собственник. И это всегда, когда начинает управлять чем-то, обрастает куча коррупционных в общих моментах. Более того, государство всегда почти неэффективное. К сожалению, вопрос, конечно, в качестве инвестора, да, я понимаю, что можно говорить о том, что лучше, чтобы инвестор был цивилизован, это дальше. Но, тем не менее, реабилитизацию нужно забыть. Это факт, это тезис, которая должна быть в основном. Следующий вопрос, который довольно важный, это вопрос налоговложения. На самом деле, очень важно, вот то, что вы говорите, мелкие и средние бизнесы не должны трогать суды. Это 100% на правильный тезис. Но давайте посмотрим о том, что сейчас происходит. Вольца спецсчитает распределительный по НДС. Но куча была нареканий со стороны безупределительных насчет них. Не введен до сих пор налоговый компромисс. Тоже по этому поводу сколько было нареканий. То есть, на самом деле, сейчас действительно все силы, наверное, правительство, если вы хотите добиться успеха, должны объединиться. Но при этом и правительство должно идти навстречу, должно в каком-то смысле не допускать коррупции и бороться с ней максимально. И самое главное, оно должно идти навстречу бизнесу и не допускать таких решений, когда, по сути, уничтожается мелкий и средний бизнес путем налогового давления, которое, к сожалению, продолжается. Вот на это стоило бы обращать внимание. Я думаю, что господин Гочеринка может ответить, будет ли коалиция обращать на это внимание, и будет ли послабление налогового режима, и будет ли бороться с коррупцией. Я прошу прощения, Юрий, я хочу подслушать. А потом, может быть, у вас будет замечание. Да, 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 пожалуйста. Понимаете, у нас происходит соревнование идей, и все абсолютно правы. Украине надо абсолютно все. Вопрос, как это сделать. Основная претензия к программе, она не расписана как программа действий. Там не указаны этапы, сроки ответственные, а главное, санкции за нарушение и недостижение поставленных целей. Это то, чего недостает абсолютно каждому законопроекту, который сейчас принимается. Пока мы спорим об идеях, мы абсолютно проигрываем в том, что мы не можем управлять этими идеями и не умеем воплощать их в жизнь. Здесь не прописана персональная ответственность никакого чиновника. Никто не отвечает за эту программу. ЦК КПСС, потому что они раньше не работали. ЦК КПСС, специально ответственные, срок исполнения. Это не ручное управление. Там будет закон, примет выисполнение программы Кабмина, будут законы, парламент поданный, они будут обсуждены. Ивен, здесь можно по поводу? Я вот на другое хотел бы обратить внимание, потому что много правильных было локальных вещей, а в принципе о чем речь? Суть программы. Первая суть заключается в том, что остаточный социализм бюджетного типа позади, он закончен. 20 лет это еще был такой бюджетный социализм. Остаточный социализм продолжался. Соединение капитализма вверху, олигархия, а внизу масса, большинство патерналистского населения, которое жило за счет бюджета. Все. Теперь философия реформ какая? Социализма больше не будет. Поэтому мы видим у Рязани льгот, сказал, я не помню кто сказал, что не будет бесплатного образования, так? И так далее, и так далее. А вот что? Не меньше, не якаусы. Я прошу прощения. Там как раз бесплатная льгот. Вот тут я перебиваю. У меня же Марина Ивановна, тут сразу вопрос. Секунду, секунду. Это у нас социальное рыночное хозяйство. Ну так и мая будет. Так и мая будет. А на такие вещи, а на такие какие-то мая. Так это не мягче. Так это германия. Вадим, Вадим, подпишись. Вот важный вопрос. Какие вопросы? Вы понимаете? Вы понимаете, потом закончите? Ну подождите секунду. Что мы сейчас обсуждаем? Где написано, что не будет бесплатного образования? Да, пожалуйста. Что вы рассказываете? Я вам сейчас слова не давал. Я слушаю риторику депутатов, которые впервые взбрались в парламент. Вот они, председатель Верховного Совета, Верховной Рады сказал такую фразу. Вот впервые в украинской истории пишется коалиционная угода. Да не правда. Это вы впервые пришли в парламент. А коалиционные угоды писались в парламенте весь час, когда была парламентская президентская республика. Сегодня такая интересная речь. Такая интересная речь виходит. Так лучше иногда спятить в сторонах, чем то, что написано в цей, что есть. Когда начинаешь читать, я ее очень внимательно. А теперь виходит, вот такая еще по суту ситуация. Есть программа уряда, как окремный документ. Его, вот этот документ, не выправляли сутки. До него просто приеднали коалиционную угоду. По многих позициях программа уряда и коалиционная угода нарезняться между собой деаметрально. Как вы все это поединяете? Если вы говорите про социальные права, вот сегодня уже на... Ну, я називаю, я хочу назвать, а вы мне не даете. Так вот, я хочу сказать, что на сайте Минсоцполітики опубликованный проект трудового кодексу. Загально відома тема и уже новый министр, уже не скажете, что старые министры працуют, и что мают быть люстрованы. Новые уже. Так вот, полностью проект трудового кодексу передбачает величезные права для тех, кто укладает угоди. А тих, наймодавцев, а тих, кто мает працювать практически урязаны в своих трудовых правах полностью. Далее мы говорим про охорону здоровья, про стандарты в освете. Если вы не измените статью Конституции, которая относится надания права на охорону здоровья, вы не сможете перейти на тот социальный стандарт, который сегодня вы предлагаете. Практически минимум. Правильно, если социальная держава может давать социально незахищенным минимум, все другие пейдут на страховое, на страховую медицину, тих, кто может заработать и самих себе оплачивать. Но, пожалуйста, тогда до Конституции верните, разберитесь с правами людей, дайте возможность створить конституционную основу. Тут же этого ничего не есть. Вы сказали, что противоречить программу уряду коалиційной угоди. Я вас напитаю, будь ласка, наведите мне один приклад, конкретный приклад, противоречия между коалиційной угодой, которая частью программы уряду, и программой уряду, которая была изначально не есть. Давайте, я гортаю программу уряду, давайте візьмемо питание децентрализации и реформы местного самоврядувания. Ну, по многих параметрах, там, где идет про управление государственными справами про эффективность и все. Вы кругом пишете стандартную фразу децентрализация, реформа управления и все еще. У вас, практически, в коалиційной угоде вписанной за, мают быть вписаны, потому что они там не вписаны, толково, мают быть прописаны заходы, которые связаны действительно с реформированием, потому что это не только принятие закон про объединение добровольного объединения громад. Я вам скажу, что в программе уряду и в коалиційной угоде даже вопросы такие ключевые, которые брендами, трендами сегодняшней влады. Децентрализация по-разному привлекает. Я по-разному. Ну, пожалуйста, прочитайте, вот тут написано, что мы там ликвидируем областную администрацию, а тут написано «залишаемо». Оце є протиричие. Снавидите мне один приклад. Один. Ну, нема таких прикладов. Коалиційная угода является невидимной частью программы уряду. Нема жодных протирич между коалиційной угодой и программой уряду, которая была подана. На сегодняшний час всех этих вещей, о том, обмене безкоштовной освяти, этого нет в коалиційной угоде, этого нет в программе уряду. Не нужно лякать людей. Сегодня не так дійсно важка зима. Нас атакуют, люди гинут. Нас еще лякати людей, тут на эфире розкопозидан. Ни ничто не лякает. Давайте прокомментируйте одну цитату. Доручення премьер-министра Украины, которое появилось от 4-12 2014 года. Скажите мені, будь ласка, доручення премьер-министра це коалиційна угода? Доручення премьер-министра это то, что может скоро вылиться ваше законодательство и премьер-министра Я вам не прочитаю про что? Это существенно. Это существенно. Перше. Скорочення кількості народных депутатов с 450 до 150 осіб. Это правильно. Это правильно. Это правильно. Дальше. Помогите. Чим меньше вас, тем лучше дикатим. Марина Ивановна, Зменшення термінів обов'язкового навчання в заголовно-освітніх школах 9 років на данный канал навчаємся додатчику. Что прийнято це рішення? Ну зачем вы це розповідаєте? Что прийнято таке рішення? А якщо воно буде прийнято? А зачем так? Премьер-министру нефіг делать, если он пишет бумажки, которые потом ни во что не превращаются. Что вы меряете? Ну что вы меряете? Третье. Вылучення норм про безоплатність освітніх медичних послуг з метою расширення джерел, финансування галузей освіті, охорони здоров'я, запровадження плати, вылучення норм, які забороняють скорочення мережі заклади. І такого можна дальше приводити этих примерів валом выплаты семьи з дітьми. Чернобыльцам. Да, Чернобыльцам. Здесь этого много. Вы этого не читали? Вы это читали или нет? Я могу ответить, только чтобы меня не перебивали. Ну читали или нет, кратко. Я с удовольствием отвечу. Что это? Значит, подоручення премьер-министра никакого отношения ни к алиси не угодит, ни к программе Диуряду не имеет. А к чему это имеет отношение? А к тому, что мы не можем рассказывать, выдергивать какой-то рабочий документ, который не является никаким решением, ни одного подобного решения не принято. Простите. А зачем премьерная такая же премьера? Почему я оплачиваю налогов зарплату премьеру, которую пишут непонятные бумажки? Давайте вы делаете очень просто. Вы пригласите. Марина Ивановна, Марина Ивановна, вы пригласите сюда премьер-министра и задайте мою обручение. Вы за это все голосовать не будете. Вы за это все голосовать будете? Не за это все никто не голосовал. Это не решение Вы будете или нет? Я одно хочу обратить ваше внимание. Ваша фракция будет голосовать за подобное законопроект? Телевидение, кроме всего прочего, имеет еще и образовательную функцию. И ладно политики. А когда вы говорите мелите, вау, это нехорошо, это неправильно, не стоит. Ну, тогда, когда вы перебиваете, не вау, не вау, не вау, не вау. Вы же журналист, вы не политик. Вы, по-моему, здесь не в той роли находите. Вы еще не овладели тем искусством не ответить на вопрос. Да что вы говорите? Чтобы говорить такие... Ну, поучитесь и Марина Ивановна. Я знаю вашу любовь вытянуть на себя одеяло. Александр, мы уже минут 15 назад обещали дать слово и не получали. Мы не обсуждаем достаточно формальные документы, которые однозначно за наши деньги премьер-министр имеет право издавать на основании того, что ему поручили это делать народ Украины через депутатов, через голосование в коалиции. Но этот документ сырой, в интернете он гуляет под разными фамилиями. Давайте немножко по-другому поставим вопрос. Господин Карасев сомневается, война это у нас не война. Вот мы в ЗИЛКО, которую назвал господин Луценко, программа деятельности уряду, которая была рождена журналистом. Я открываю его и читаю сразу же. Загроза незалежности это ключевые выклоки нашей державности. Российская, войсковая, экономичная, та информационная агрессия. Это что, война? Далее. Войсковы, в траты экономики и поехали в войсковые траты. Это не война. Слово в войсковы имеет и иншее значение. Это по-перше. Далее. Все эти реформы, которые мы обсуждаем, сокращение социальных стандартов, возможные выплаты, да, они скорее всего будут. Проблема, что власть сама себя загнала в тупик. Не называя войну войной, мы апеллируем к тому, что стандарты упадут. А как вы хотите жить в ситуации, когда все плохо? Реально, все плохо. У нас АТО со статусом непонятной войны или перед... Потому что ваш президент вывел половину золотовалютного запаса. Какой мой президент? У меня президент на сегодняшний день, Тетр Алексеевич Парасов, тот, который был ваш. Которого избрали. Это во-первых. Как у всех. А я не знаю, какой у вас. Далее. Вот это было слово, что я могу рассказать. Первый президент Чехословакии, господин Масари, сказал одну простую вещь, его принцип был. Не бояться и не красть. Вот Петру Алексеевичу нужно не бояться, а правительству не красть. Тогда у нас не нужно будет сокращать социальные стандарты. А крадо? Писывай, конечно. Господин Луценко, 27-го, сейчас вот буквально, у нас Луценко занята сегодня, все его цитируют. Ну, вот я сейчас буквально его прекрасный пост в Фейсбуке, вот, вот, тот 29-го, нет, 29-го ноября, неможливо не визначити дві ключевые проблемы попереднего Кабміну. По-перше, за 8 месяцев он так и начинал реформу, и посилания на войну не принимаются. Навпаки, в цей критичный час только радикальные реформы есть шляхом до перемоги. Это первое. Другая проблема, коррупция, сотни миллионов и далее раскрывается практически в каждом ресурсном министерстве. Хабарничество то может быть дочери завтраки, когда в церкви дали люк, а люди неумерзны. то и детям на завтраке останется. Знаешь, она образована. Сначала надо производить, для того, чтобы хотя бы воровать, а потом давать. У нас не производится ничего. Вот что, из-за того, что на Донбассе происходит. Не надо вот это популизм, что воровать не будем, значит, все будет хорошо жить. Производить надо, правы же нас должна быть в стране. Надо, чтобы экспорт рос, а не импорт рос. А как это мешает? Это первое. А мешает. Потому что не надо фигуру речи использовать как юридическое понятие. Война это юридическое понятие. Вот смотри, я не знаю. Вот и второе. И второе. Дайте я скажу. Второе. Я хочу сказать, что до социализма надо попрощаться. И второй момент. Там нас ждут очень глубокие перемены. Это перемены в жизненном укладе. Когда надо будет декларировать доходы всем, расходы фактически надо будет декларировать. Это значит, что будет все следить за тем, кто получает. Это сколько народу придется посадить на зарплату? Нет, а сколько будет стучать? Сколько будет стучать? Поэтому надо готовиться не просто в сходе. Надо готовиться к очень серьезным изменениям в жизненном укладе. Налоги-то декларируются, правильно? Доходы декларируются. Конечно, надо будет декларировать все. А расходы, это надо целую армию дукатей провести. Кстати, в Америке оно так все построено. То есть, фактически в США на сегодня, если, сказать, предприниматель начинает тратить слишком много и живет непосредством, к нему приходят, начинают брать весь бизнес. Соседям причем. не придут с плановой, внеплановой, позаплановой проверкой ходоки ходят постоянно к нашему бизнесу каждую неделю, фактически. То есть, если ты действительно засветился, вот там появился какой-то, да, сейчас целая куча коррупционных расследований, когда находят чиновников бывших, в том числе Настагаза, у которых там дома сумасшедшие и так дальше, все, это достаточно, чтобы твой весь бизнес попал тут же под проверку, тотальную. Но до головного момента, пока, так сказать, ты законопослушный гражданин, ничего такого у тебя нет социализмом действительно нужно прощаться. То, что делал правительство, это правильно. Сокращение всех этих постановых год, это правильно. Это придется, это рано или поздно к этому придется приходить. Та же самая ситуация и насчет трансформного, сказать, ценообразования, и насчет того, что происходит на автогазе в этой черной дыре, с этим придется прощаться. Это будет больно, но... В одном и том же выступлении, в одном и том же выступлении, более чем час, который мы слушали Алексея Петровича, в начале выступления были слова о том, что Россия нас экономически не дает нам заходить нашим товарам, не дает нам год по входу целого ряда повысила пошлины, у нас проблемы с покупкой газа, мы импортируем электроэнергию, мы импортируем на сегодняшний день уголь. Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у нас война? Вот то, что говорил Карасев. Как можно в одном и том же выступлении говорить, что Россия агрессор, и в этом же выступлении говорит, что Россия нам не дает того, всего пятого-десятого? Так мы воюем с Россией, тогда должны быть... Мы везде приводим пример Грузию, тогда закройте границы, прекратите дипломатические отношения, а мы сегодня, премьер-министр говорит, что Россия агрессор, а с другой стороны, посылается у министра вести переговоры о цене на газ. Как это может быть? Как это может быть? А что должно быть? Нет, вопрос. Вы произвучали вопрос? А как иначе? Жить, по принципу, на зло кондуктору поедем и пешком? Что делать? Нам сегодня нужен уголь, нам сегодня нужен газ, нам сегодня нужна электроэнергия. Когда надо признать, что с Россией нужно выстраивать отмайли отношения, а не устраивать войну, не устраивать войну, мы устроили войну, кто устроил войну, кто напал на Украину? Перестань ржать, придурок. Это же просто конструктивно. Брейк, брейк, брейк. Один вопрос, а кого вы проезжаете в эфир? Давайте не... Перестаньте. Давайте не... Давайте не... Давайте не уходить в личное осознание, давайте не уходить в личное осознание. Давайте... Давайте... Давайте быть парламентским. Алексей Николаев. Справедливости ради, надо сказать, что в этой программе есть много конструктивных и правильных вещей. Тут я согласен. Много. Но давайте посмотрим на главный акцент. Программа правительства принимается на год. Правительство после принятия программы получает иммунитет от того, чтобы... На год. На год. От того, чтобы парламент не отправил это правительство в отставку. Когда правительству предложила коалиция делать неотъемлемой частью коалиционное соглашение, которое не рассчитано на год, а рассчитано на более далекий срок, ну, как минимум на пять лет, пока мы считаем, что парламент будет работать, да, посмотрим. То речь идет о чем? О том, что нам важно понимать, что за этот год будет происходить. Я полностью согласен с тем, что нужно те льготы социалистические сокращать. Но давайте заплатим нормальную пенсию нашим отцам, нашим матерям, нашим бабушкам. Первое. Второе. Деньги должны быть права. Подождите, подождите, а для того, чтобы найти деньги, секунду, для того, чтобы найти деньги, давайте деньги и согласны. Правильный день. Мы согласны, я вас не перебивал, мы согласны, что нужно использовать условия и для производства, и для всего. Там многое правильных вещей, но акцент на этот год. На этот год будет делаться не на то, чтобы больше заплатили те, кто сегодня добывают нефть, газа получают над «прибылятором». Не те, кто сегодня деньги вводят в ауш ambivalent территории на металлургии, на химии, то есть не эти люди будут платить за это все, а за это все будем платить все мы. Все эти люди, которые сегодня более чем 12-15 миллионов населения живут за чертой бедности. Вот о чем идет речь, вот основной акцент и программы, и я думаю, и бюджета, и я думаю, и то, что будет предложено. Поэтому, когда мы говорим сегодня, это при том, что мы поддерживаем 90% вопросов, которые там есть. И сокращение налогов, это положительно, и прекращение проверок предпринимателей, это очень хорошо. И то, чтобы декларирование было, это тоже очень хорошо. И борьбу с коррупцией за декларированную, это прекрасно. Все это мы поддержим, если она будет, и мы за это будем 100% голосовать. Но мы сегодня говорим, ребята, давайте начнем с того, что на поверхности. Давайте начнем с того, где есть 70-80 миллиардов денег. Это трансферное ценообразование. Давайте начнем с того, где мы управляют, не мы, а некие олигархи управляют государственной собственностью и не платят дивиденды государству. Это 3-4 миллиарда гривен. Давайте с этого начнем. Давайте начнем с того, чтобы мы... 70% на дивиденды... Конечно, конечно. Давайте мы с этого начнем. А это означает, что мы можем следующим этапом потом сократить все эти льготы, когда мы найдем деньги для того, чтобы чуть-чуть выплатить пенсию, не замораживать ее, как в этом документе злосчастном есть. Понимаете, о чем мы говорим? Акцент. Это очень важно. Все кроется в деталях. Я понимаю, с одной стороны, это так, с другой стороны, смотрите, я приведу простой пример. Сейчас я готовил статью по поводу такого бизнеса, как IT. И у нас в этом году фактически IT-шники, это мелкие компании, которые пишут программы, заработали, продали программ в общей сложности на 2-4 миллиарда долларов за этот год. Это единственная отрасль, которая не упала. Сельскохозяйство, фармацептика, да, но тем не менее, здесь есть рост. Да, может быть, что-то неправильно выросло. Там эта отрасль сильно выросла. То есть, рост есть 20%, 2-4 миллиарда долларов получили. Так вот, те деньги, они не пришли в Украину. Они остались на счетах за рубежом. Я это все говорю к чему? К тому, что фактически, если мы сейчас начнем давить и заниматься конкретно, там, производителями, не знаю, металла, чего угодно, так, химическими удобрениями, аграриями и так дальше, может статься так, что мы вообще ничего не получим. Олег, а можно вопрос, пожалуйста, скажите, у вас есть ощущение, это версия, что это в таком виде, в СРОМ, эта программа, утверждена, принята и утверждена, для того, чтобы отчитаться перед Международным валютным фондом, имминистратором которого приехали сюда, чтобы получить те деньги, которые... Естественно, это необходимо, потому что сейчас без кредитовобороны не пришлют. Я хочу, чтобы не давить, о том, что это разные конкуренции, разные условия. Один бизнес использует трансферное ценообразование, а другой не использует. Это не про трансферное образование, а про то, что... Евгений, а МВФ вимагает, и еще когда того, сбалансовать бюджет, чтобы уменьшить дефицит. О, это вимога. Там немае вимоги конкретно, как это сделать. Если наш уряд думает, и ему легче сбалансировать бюджет через урезание всех возможных дефицитов, так, ну то МВФ все поймает. Это МВФ все поймает. Я хотел бы просто трошки сказать... Знаете, я очень глубоко против певной маніпуляции, которая сейчас трошки происходит, на мою думку. Маніпуляции, жонгливание словом социализм. Что заканчиваем социализм, социализм... Знаете, намагаются... Ну, еще раз, намагаются у людей, скажемо, викликати асоціацію з радянским минулом, и таким чином, какие-то негативные... Я нагадую, товариство, что в Захидной Европе, в большинстве краяне ЕС, есть социально спрямованные государства, которые имеют пильги, даже в большом количестве, чем сегодняшняя, чем сегодняшняя Украина. Больше того, когда говорит уряд, что нам нужно урезать отцов государственных дефицитов от ВВП, и говорят, что у нас величезный раздутий відсоток, что у нас 50% ВВП – это государственные дефицитики. Это тоже маніпуляция. Потому что большинство западноевропейских стран имеют отцов от ВВП, государственных дефицитов, от 45% до 55%. И тоже нормально себе живут. И никто не говорит, что, например, в Швеции наибольшая шкала податкувания в ходе физических осіб 54%. А в Украине, нагадую, 17%. В Великобритании 45%. И так далее. Я прошу, будь ласка, не маніпулювати этим словом социализм, пюльги и так далее. Я прошу еще одна теза, которая тоже в этом контексте очень неправильна. Теза про то, что вся государственная властность есть апріори поганой, есть апріори неэффективной и так далее. Ну, по-перше, разные категории эффективности. Есть эффективность суто по прибытикам, кто больше заработает, тот и больше эффективный. Но это неправильно, в условиях кризи и в условиях, например, приватных монополий. Тебе думать про социальный интерес. Но, кроме этого, я вам дам один простой пример. Одни из лучших, взагалі, залезниц в Европе, это Deutsche Bank, так и швейцарский. 100% государственной власти. А одни из лучших, это английские залезницы. 100% государственной власти. Поэтому, разума про то, что все, что государственное, апріори поганым, это, знаете, это, снова-таки, манипуляция. Я хочу сказать, по поводу социализма в Европе. Вы понимаете, почему там социализм, почему они могут себе это позволить? Это не социализм, это социальная справедливая экономика. Это разные вещи. Смотрите, то, что у них происходит, почему это вообще так? Потому что у них стабильная система, которая много лет работает, не обворовывает людей, грубо говоря, не обворовывает бизнес. Почему происходит развертанное сообразование? Почему люди продают по заниженным ценам, грубо говоря, эти товары, данные экспорты, держат деньги на Кипре? Почему? Они что? Такие сильные негодяи, эти суставные олигархи? Так, негодяи? Нет, они негодяи. Они негодяи из Радики. Создайте им нормальные условия в Украине, чтобы они держали их здесь. Потому что, если эти деньги положат здесь, завтра к ним придет дядя Вася, дядя Петя, еще куча критинок. Надо попытаться их забрать эти деньги. Зачем? Я прошу, как вы оцениваете? Вот, чекайте, вот, пан Ахметов, который финансировал террористов, который, по сути, причинил, в частности, до того, что у вас есть на Сходе. Это всем известно. Ну, не занимайтесь над этим, власка, софистукой. Вы считаете, что он не негодяй? Я прошу, большинство металлогических предприятий в Украине есть глубоко прибутковыми. И вместо того, чтобы платить прибутки, вместо того, они прибыльные, так они прибыльные, как они заплатят на... Так вот, не, не, не. Они прибыльные для кинцевого властника. А в Украине, они показывают, что они, видимо, то сбыточные через транспортное сенотворение. Потому что они свою продукцию продают... Они продают свою продукцию пустишкам, которые зарегистрированы в Швейцарии. Вот Фрекс, повеземо. Фрекс потолируется на лондонской бирже. Продает же, ваше свою продукцию пустишкам в Лондон, так, за сбыточными цинами. В Украине его предприятия показывают сбыточки. Он не платит ниже копейки платить на прибуток предприятий. А там его предприятия показывают очень большие прибутки. Единственный прибуток. Мариупольские заводы, которые принадлежат Ринату Ахметову, компанией СКМ, работают. Они делают... Подождите. На одну гривню в этой области не может жить. Она живет на свой бюджет, который исполнен на 81% за 10 месяцев. Благодаря этим оставшимся двум металлургическим комбинатам. Пожалуйста, не лукавьте. Это вы лукавите. Я перепрошу, это вы лукавите. Это вы лукавите. В том объеме, которым предусмотрено законодательство. Шановные парни, это вы лукавите, потому что подачи, они могли бы сложить больше. Я дуже перепрошу, я дуже перепрошу, это вы лукавите. Я дуже перепрошу, я перепрошу, я перепрошу, я хочу на среди повестей. При жизни ребенка в Италии не платится ни одна, ни одно евро. Четыре месяца женщина может находиться в декрете, и после этого еще максимум два с сохранением 50% зарплаты. Это, к примеру, социального рая в странах Западной Европы. Его там нет. Давайте не надо обмазать. Вы не выясниваете один приклад, на мою думку, все же таки вы лукавите. Знаете, почему? Потому что так, они платят податки. Главное только в том, что если бы у них не было соответствующей политической криши, то они бы платили в 10 раз больше податков и лишались бы при этом прибудковыми. И лишались бы прибудковыми. Есть приговор суда на эту тему. Вы меняете законы Украины. В этом нет черговых действий. Я же говорю про то, что сейчас нет, на жаль, желания, за которым уряду это изменять. Я сказал, что до работы и выполнения, я запропонувал коллеге Олексею, я сказал, что зарегистрировали законопроект по денонсации угоду про уникновение неправильного поведения с Киевом. Вот подивимось, подивимось, чи більшись за это проголосует. Подивимось, розумієте? Вот и вот так. Пообещайте, публично, когда вы его примете? Когда подпишете? Я обещаю публично, что я особисто буду за него голосовать. А за это я обещаю. Я обещаю публично, что это чудо. Когда вы его внесете? Завтра, через неделю. Я его уже внес, тиждень тому, шановный пане, вы по-моему чуете. Я вас добрый чую, вам напомнится. Тиждень тому. Все таки, нынешний проект за это не выгонит. У нас, мне осталось, хотелось бы попросить всех. Спасибо. Мы не последний раз в эфире, я очень надеюсь. Я очень надеюсь, что у нас из эфира никто не выгонит. Но я... Я задал вопрос Марине Ивановне. Марина Ивановна, вот с учетом тех масштабных вещей, которые предлагается, значит, проделать правительством, вам не кажется, что конституцию действительно надо менять? Отменять там, условно говоря, гарантии, которые прописаны в конституции социальные, о бесплатном медицинском образовании, о бесплатном обеспечении? Ну, отменять конституцию, не будем точно. При любом правительстве. Конкретные положения. Но я думаю, что... Как говорится вот в этом поручении. Я думаю, что вопрос реформирования конституции действительно стоит. И как раз и большинство в парламенте, и программа ориентирована на... исключительно на реформу судебной власти, на реформу децентрализации. Все. Два приоритета конституционного строительства. Я вот несколько раз уже говорила о том, что сейчас надо нам посмотреть на систему прав украинских граждан и вообще людей, которые живут в Украине. И возможности гарантированности на уровне конституции и законодательства этих прав. В первую очередь социальных прав. Социальных прав. Спасибо. Спасибо. Время и стекло. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова